Ну что же, всем добрый вечер, добро пожаловать на первое занятие седьмого сезона. Этим сезоном мы завершаем 2017 год. И я хочу сказать всем спасибо, кто пришёл на седьмой сезон. Я не помню, сколько нас по последним цифрам, порядка 135 человек на седьмом сезоне. Они онлайн смотрят обычно чуть меньше народу, потому что какие-то люди будут смотреть в копии. Спасибо вам большое за доверие. Наверняка есть люди, которые купили это участие вместе с разборами. И они пришли изначально на разборы, и сейчас они будут учиться уже более фундаментально. И также наверняка есть люди, которые пришли первый раз вообще на базовый сезон. Для того, чтобы справиться со своими невротическими сложностями, проблемами, сегодня я буду об этом много говорить. Сразу вам скажу, если вы не видите, перезайдите просто в благо, выключите и зайдите заново. У нас, я принял решение продлить разборы, потому что много новичков пришло именно на седьмой сезон. И хочется, чтобы они поучаствовали максимально продуктивно для себя. И я решил продлить еще на четыре занятия программу разборы. Она очень хорошо откликается большому количеству людей. И мне она очень нравится. Потому что получается разобрать популярные случаи. И простые, и сложные. В общем, они все разные. Я думаю, что разборы очень хорошо идут в параллеле или после базового курса. Напишите вашу, пожалуйста, обратную связь. Добрый вечер. Привет еще раз всем. Как вам разборы? Это правда, отклик в каждом кейсе. Совершенно верно. Поэтому я рекомендую всем, кто идет... Вообще система, которую я вижу в обучении самопомощи, в обучении эмоциональной коррекции, в обучении... Это и есть терапия ВСД, кому интересно, да? Это вот сначала мы с вами занимаемся на базовом сезоне, на котором вы сегодня начинаете. И где-то на середине мы начинаем присоединяться к разборам. Разборы кейсов... Все знают, что это такое? Разборы кейсов это все то же самое, только мне кто-нибудь звонит. Давайте сейчас попробуем. Пожалуйста, кто есть из кейсов? Позвоните мне, пожалуйста, я покажу, как работают разборы. Просто вот быстренько я покажу. Если бы это были разборы, я бы сейчас попросил бы позвонить мне кого-то по жалобам. И выглядело бы это вот так. Алло, привет. Алло. Я тебя не слышу. Ну, алло. Давайте кто-нибудь еще позвонит мне. Еще кто-нибудь с разборов, позвоните мне, пожалуйста. Я хочу показать, что никого не слышно, никого не видно, но слышно. Кто-нибудь из разборов, у кого мой рабочий скайп есть, позвоните. Ну, кто-нибудь. Это потрясающе. Сразу нахожу причинно-следственную связь и осознаю, что делать. Да. Спасибо. Алло. Алло, привет. Алло. Привет. Вы меня слышите? Алло, привет. Да-да-да, слышу. Как ваше самочувствие? Отлично. Так. Сейчас, одну секундочку, я вас уберу. У нас видео не должно быть. Выключите видео, пожалуйста. Сейчас, секунду. Ну, вы там в полумраке. Ну, я вас... Да-да-да. Да, все. В общем, вот так выглядит анонимная история с разборами. Когда вы мне звоните, и мы начинаем общаться вживую, я задаю много уточняющих вопросов. В общем, у нас есть на канале Невероза Мегаполиса некоторые вырезки. Поэтому, кому интересна программа именно разборы, присоединяйтесь. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, а какая цель присутствия на седьмом сезоне? Хоть это не разборы, просто, коли уж вы позвонили, интересно. Должествование. Убрать должествование по отношению к себе и по отношению к другим. А что больше доминирует, к себе или к другим? К себе. И чувство вины, да, из-за этого? Чувство вины очень сильно из-за этого. Ну, понятно. Прекрасно, хорошо, что пришли. Слушайте внимательно, выполняйте все рекомендации. И чувство вины и должествование как раз мы будем прорабатывать более детально, когда перейдём к когнитивной терапии. Спасибо за звонок. Спасибо вам огромное, Алексей. Спасибо вам. Вот. Вот так будут выглядеть у нас разборы. Это уже следующий этап. То есть, как я уже сказал, выглядит наше занятие. Сначала вы приходите на базовый сезон, потом вы идёте на разборы, а потом, внимание, будут малые видеогруппы. Помните, когда-то были малые видеогруппы? В общем, я нашёл технологическое решение, где в малых видеогруппах будет по 8 человек всего лишь. Группы будут дневные и группы будут вечерние. И мы будем уже в малой группе, я буду видеть всех, все будут видеть друг друга, и мы там уже будем дорабатывать какие-то такие следующие аспекты, больше похожи на коучинг, наверное, нежели на когнитивную терапию, хотя элементы когнитивной терапии там, конечно, тоже будут. Поэтому вот так это будет выглядеть. То есть, сезон, разборы, малая группа. После малой группы персоналки. Все поняли? Потому что очень много людей ждут персоналок. Я не могу вас всех, во-первых, принять, а во-вторых, я не могу с утра до вечера рассказывать одно и то же персонально. Поэтому вам выгоднее по времени и вам выгоднее в эффективности и финансово уж точно, потому что одна моя консультация стоит 4000 рублей по скайпу, а так вы получите за эти 4000-5000 рублей сначала программу сезон, 10 занятий, затем примерно за 5000 разборы, затем чуть дороже, но примерно так же, малые группы, и только потом уже мы можем с вами перейти в персоналки из малых групп, дорабатывая какие-то уже там суперинтимные вещи. Хотя обычно малых групп достаточно. Ребята, плюсик ставим, кто понял вот это вот движение. Потому что если вы будете по-прежнему сидеть ждуном и ждать персональных занятий, вы их не дождетесь. Поэтому те, кто пришли на сезоны, потом идут на разборы, потом малая группа. Те ребята, кто уже прошли разборы, они в приоритете у нас в малые группы. Имейте это в виду. У нас есть полный список всех участников разборов, у нас есть полный список всех участников сезонов. Соответственно, все, кто пришел на разборы, из них будут потом комплектоваться малые группы. А из малых групп будут комплектоваться персоналки. Все понятно? И самое забавное, что если взять человека после сезона, после разборов в малой группе, то вы увидите, что их осознанность, их самочувствие, их уровень уже эмоционального состояния совершенно другой. Вот мы, к сожалению, на десятом занятии. Кто с шестого сезона? Поднимите руку, пожалуйста. Вот кто у нас на шестом сезоне? Кто с шестого пришел на седьмой? Есть такие? Кто хочет еще раз? Есть. Ну, немного, но есть. Раз, два, три, четыре. Вот у нас на шестом сезоне ребята показывали очень хорошую статистику. И, к сожалению, программа, которой я пользуюсь для записи, она не сработала. Такое бывает, как мне объяснили, раз в пятьдесят случаев. И именно десятое занятие стало этим самым случаем, в общем. И там ребята показывали статистику. Я задал им вопрос, который я сегодня вам задам. Как вы оцениваете свое самочувствие по окончанию сезона шестого? И вот ребята, кто поставил плюсики, чтобы они не дадут мне соврать. В среднике люди показывали цифры 40, 50, 60, 70. Из чего мы там примерно так общую цифру сделали, что изменений примерно люди оценивают на 60%. Это очень много для дистанционного занятия, не по паническим атакам и не по горофобии. В целом, по общему невротическому состоянию. Поэтому я сегодня вас попрошу сначала оценить свое самочувствие. Но это чуть-чуть попозже, сначала технические части. Если я занимаюсь параллельно у психотерапевта и с вами. Но занимайтесь, потому что мы же здесь больше, Дим, занимаемся консультированием, которое направляет вас. Если вы занимаетесь с терапевтом когнитинопоединической терапии, это идеально. Если гештальтерапии, это тоже хорошо. Если вы занимаетесь другими видами психотерапии, в принципе, я не думаю, что это будет какое-то сильное противоречие. Вы сами просто смотрите за процессом, за внутренним откликом. Что ложится, что откликается, что больше вам внутри резонирует, что ли. Поэтому повредить-то уж точно Дима не может. Поэтому ничего страшного. Поэтому рекомендую вам кейсы сразу. Потому что, смотрите, завтра у нас пятое занятие кейсов. И кейсы заканчиваются 6 декабря. Но я принял решение продлить кейсы еще на 4 занятия. И если вы завтра, вот новички, включитесь в разбор кейсов, то у вас получится 8 занятий за 3,5 тысячи рублей. Комната точно такая же. Вот это, только другой пароль. И вы получите мой персональный скайп и будете мне звонить, когда мы будем разбирать кого-то. Понятно, да? Поэтому завтра уже стартуют, продолжаются, точнее, кейсы. Можете влиться. Чтобы влиться в кейсы, достаточно зайти в Телеграм. Я в Телеграме разместил прямую ссылку. Это буквально последний крайний пост. Пожалуйста, заходите в Телеграм-канал, кликайте последнюю ссылку. И сможете завтра уже принять участие. Если из действующих сезонов кто-то хочет еще 4 занятия, это тоже будет стоить 3,5 тысячи. Чтобы мы не путались и так далее. Вроде все объяснил, да? По технической части. Сейчас по самочувствию, чуть попозже. По технической части объяснил вроде все. Что такое сезон, разборы, малые группы. Поэтому рекомендую вам сразу пойти в разборы, потому что следующие разборы кейсов будут только в феврале. И, соответственно, если вы хотите попасть быстрее в мини-группы, а уже из мини-групп на персоналке, то я вам рекомендую обратить внимание на разборы, которые завтра мы продолжаем с нашими ребятами. Сколько будут стоить мини-группы, не скажу сразу, но недорого. У меня нет каких-то космических цен, которые измеряются десятками тысяч рублей. Все мои занятия, все мои семинары стоят, онлайн, семинары стоят до 10 тысяч. До 10 тысяч за блок. Единственное, что с февраля начинается обучение психологов, обучение консультантов и помощь им в развитии профессиональных некоторых способностей и навыков. Там будет дорого, потому что там три больших блока – обучение, личная терапия и маркетинг. Маркетинг в том смысле, что как хорошему психологу заявить о себе на рынке психологических услуг в России. Поэтому там будут три больших блока и стоить это будет уже гораздо дороже. Я рассчитываю на то, что это люди, которые уже в профессии и которые просто окупят очень быстро свои расходы на мои супервизии и так далее. Поэтому там другой порядок цен уже, понятно, да? Вот, вроде технически объяснил все. Ну что же, давайте с вами приступать. Итак, вы находитесь в нашей вебинар-комнате. В 2018 году она поменяется, сразу вам могу сказать. Внизу находится чат. Я вас очень попрошу не писать в чате вопросы просто потому, что они пришли вам в голову. Пишите вопросы в чате тогда, когда я попрошу, ладно? Это очень важно, потому что всех подмывает позадавать много вопросов, всех подмывает поспрашивать все, что они хотят. Но я вас призываю сосредоточиться больше на том, что я буду говорить и что я буду спрашивать, и что я буду делать, окей? Вопросы вы будете задавать, и я буду на них отвечать безусловно. Но у нас не рубрика «Задай вопрос, получи ответ» за 4,5 тысячи или за 6,5 тысячи. Понятно, да? Что это не рубрика «Задай вопрос». Мы здесь будем, ребята, учиться. Мы будем учиться правильно справляться с... Начнём мы с паники, с вегетатики, с навязчивых мыслей, с эпохондрии. То есть мы начнём плавно с самочувствия, с симптомов, с мешающих фобий, мешающего изолирующего поведения и плавно перейдём в практику когнитивной терапии. Параллельно начнём пронизывать всё это некоторой философией и работой над ошибками. Именно рационального мышления, более конструктивного, которое не будет приводить вас к определённому градусу эмоциональному, создавать экстрасистолы, создавать чувство тревоги, создавать чувство беспокойства. Так вот, я не закончил. Кто у нас был на шестом сезоне? Программа не записала десятое занятие, и оно было очень-очень таким клёвым. И я не могу оставить своих клиентов без копии десятого занятия. Плюс есть люди, которые смотрели только в копиях, из-за разницы во времени. Поэтому в пятницу в 8 часов я буду проводить ещё одно десятое занятие. Я принял решение сделать так, чтобы ребята ещё раз пришли на десятое занятие. Даже если вы были, даже если вы уже закончили, и вам всё понравилось, всё равно приходите, я ещё раз расскажу про ресурс. Помните, мы обсуждали это. Я ещё раз расскажу про этот гамбургер, про ещё раз про этот алгоритм. Ещё раз, ещё раз вас накачают дальнейшей мотивацией. Поэтому все уже получили оповещение. Не могу я оставить вас без копий. Я надеялся до последнего, что нам кто-нибудь пришлёт копию. Но почему-то, в общем, из двухсот... На шестом сезоне было 225 человек. Никто, в общем, не прислал. Мне это немножечко расстроило, конечно, но так бывает. Вроде по технической части всё. Копии вам будут присылаться всем. Копии будут присылаться на следующий день. Если мы занимаемся в понедельник, копия вам приходит во вторник. Если мы занимаемся в четверг, копия вам придёт в пятницу. Я вас очень прошу не дрочить Тане голову со словами «Где копия? Где копия?» «Вторник вечер, где копия?» «В пятницу вечер, где копия?» Всякое бывает. Технические там накладки, всякие звонки, письма в большом количестве. И я вас очень прошу не начинать невротически мучить моего администратора со словами «Где? Где? 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 Когда? Где? Когда? И чё? И чё? Где? Когда? Ау? 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 А где? А чё? А когда? И просто когда у вас десятки, эта какафония из ауканья и какафония из чё, где и как, она очень-очень сильно мешает. Поэтому все вы всё получите, не переживайте. Вроде по технической части всё. По поводу копий. Значит, ещё. Копии наших занятий действительны на весь период обучения плюс одна неделя. Дальше копии ваши будут недоступны к просмотру. Поэтому имейте это в виду, чтобы потом не было вопросов, а где копии. Копии вы можете пересматривать сколько угодно раз на протяжении всего курса плюс одна неделя. Я надеюсь, меня все услышали. За исключением шестого сезона, потому что у них копия десятого занятия сбилась. И у нас отсчёт начнётся с пятницы. То есть у них копии будут доступны чуть дольше, чем обычно где-то на неделю. Поэтому там форс-мажор, но я всё равно за это ответственный. Поэтому это моё решение. Всё вроде, да? Окей. Чем мы будем с вами заниматься? У нас с вами 10 занятий. По 2,5 часа каждая. У нас каждый сезон не похож друг на друга. Сразу вам скажу. То есть если вы смотрели записи предыдущих сезонов, если вы участвовали в предыдущих сезонах, если вы смотрели на ютюбе какие-то занятия и фрагменты, имейте в виду, что каждый сезон по-своему прекрасен, по-своему нов и по-своему уникален. Есть наверняка фанаты, которые были не на одном сезоне. Такие вот прям люди, которые полюбили эти занятия, и они наверняка могут сказать, что каждый сезон заходит по-другому. Особенно если вы занимаетесь два сезона подряд. Очень часто, когда ребята приходили на пятый, потом приходили на шестой, на шестом их пробивало. Когда люди приходили на четвёртый, потом на пятый. То есть иногда догоняет, когда они начинают что-то ещё раз повторять или ещё раз изучать. Но это не означает, что всем надо идти два раза подряд. Вовсе нет. Ещё одна очень важная техническая вещь. Я попрошу вас быть очень сейчас внимательными и очень ответственными. Психотерапия и психологическое консультирование, особенно это касается неврозов. Это не терапия гриппа. Это не терапия ОРВИ. Неврозы – это неорганные заболевания сердца, неорганные заболевания желудка, кишечника или головного мозга. Что мы привыкли делать, когда у нас с вами болезнь какого-нибудь органа? Например, вы вдохнули какую-нибудь ротовирусную инфекцию, или вы вдохнули какой-то вирус, и у вас сопли, кашель, температура. Вы что обычно делаете? Ну, ваши действия обычно какие? Или у вас там рука заболела, или ещё что-нибудь заболело. Вы обычно бездействуете, как правило. В лучшем случае вы можете выпить таблетку и лечь на кровать, правильно? И бездействовать. В чём логика вашего бездействия? Вы говорите, организм сам справится. Правда? Надо просто подождать. Ну, медикаменты – это понятно. Но в целом, да, вы согласитесь, что вы говорите, ну, пройдёт. У вас какая-нибудь ранка на руке. И вы привыкли, что организм сам, правда же, начинает, иммунная система начинает бороться с инфекцией, бороться с вирусами, зарастают всякие шрамики и так далее. То есть, в большинстве случаев вы привыкли, что организм сам это делает. И вы надеетесь, что само действительно всё пройдёт, рассосётся. И иногда у вас был такой позитивный опыт, когда вы раз, порезались, особо ничего не делали, база заросла, и вы пошли дальше. Ну, там, недельку потерпели у РВИ, даже особо никаких таблеток не принимали. Многие не принимают принципиально никаких жаропонижающих там и противовирусных препаратов. И что происходит всё равно? Согласитесь, да, что большинство из нас переносят простуду на ногах и говорят, ну, бывает, ничего, поправлюсь через недельку. И через недельку вы уже, в принципе, про это особо сильно не вспоминаете. Так ведь? Так вот, я хочу вас предупредить о очень большой и важной центральной ошибке, которую вы автоматически делаете сами того, не подразумевая. Поняли, да, к чему я клоню? Невроза – это неорганная болезнь. И проблема в том, что вы автоматически пытаетесь отлежаться, согласитесь? Пытаетесь взять больничный, пытаетесь просто отлежаться дома со словами, ну, мне что-то нехорошо, сейчас я отлежусь, подожду, и оно как бы закончится. И вот здесь вы себя очень сильно, сами того не ведая, обманули, потому что неврозы, опять же, повторюсь, уже третий раз – неорганная болезнь. Там не от чего отлеживаться. Иммунитет не борется с неврозом, потому что это совершенно другой уровень расстройства. Это эмоциональное расстройство. Это не вопрос иммунной системы. Да, там есть связь иммунологии и беспокойства, можно об этом потом поговорить, где от повышенного эмоционального состояния и тревожности защитные ресурсы организма могут ослабевать, и вы хватаете больше простуды, больше гриппа, но это не совсем сейчас наша тема. Я хочу, чтобы вы поняли, то, что я буду вам говорить, начиная от упражнений с паническими атаками, агорофобия, навязчивыми мыслями, ритуалами, заканчивая самим ведением когнитивных таблиц – это непосредственно ваше действие. Поэтому давайте запомним первое. Уровень и, точнее, результат вашей терапии напрямую зависит не от иммунного статуса и не от количества, сколько вы полежите на диване, а наоборот, от количества, сколько вы будете делать нового и делать того, что необходимо делать. Понимаете разницу? То есть, вы не лечитесь посредством моего звука или не лечитесь посредством активации иммунной системы. Эмоциональные расстройства, которыми мы с вами здесь будем заниматься – это расстройства, в которых вы живёте всю жизнь. Вы просто не замечали никогда очень сильно этого, и у вас, в принципе, есть два лагеря. Кто-то замечал всю жизнь, и просто в какой-то момент это дошло до определённого пика и расцвело бурным цветом, либо расцветало-падало, расцветало-падало. Но это, опять же, привычка эмоционально реагировать и делать определённые вещи или не делать. Например, неуспех в жизни очень тесно связан с невротическим мышлением, потому что невротическое мышление будет очень чётко коррелировать ваши действия. Если вы хотите новую должность, если вы хотите замуж или жениться, если вы хотите успеха и бизнеса и так далее, но вы боитесь совершить ошибку, боитесь провала, боитесь, что посмеются, боитесь этого, боитесь того, вы просто начнете бездействовать. Отсюда и неуспех, естественно. Поэтому я вас всех просто заклинаю каким-нибудь там племенем африканским, чтобы вы поняли, что чем больше вы наоборот начнёте делать на вашем этапе консультирования и потом после консультирования, тем быстрее вы получите фундаментально глубокие изменения. Вы получите изменения примерно на 50-65% после даже этого курса. Мы не говорим о симптоматике, мы говорим в целом о самочувствии, в целом всеобъемлющем. Но неврозы, опять же, это такая штука, которая пронизывает буквально всё наше поведение, все наши выборы. Вот у меня кто смотрел на ютюбе вырезку, там у нас девочка, как её звали, я не помню уже, в общем, про соблазнение мужчин, про такую вот яркость, да, Катя, да. Вот видели, да, что пронизано буквально всё, выбор хобби, выбор партнёров, поведение в паре, пронизано всё. То есть вы на самом деле не лечитесь от какой-то болезни, вы работаете над самоосознанностью с целью изменений определённого поведения посредством мышления. Поняли или сложно? Вы не заболели ВСД? И глупо говорить о том, что Алексей Красиков лечит ВСД по скайпу или дистанционно. Там очень много поразительных кейсов на самом деле. Приходите на разбор, и вам понравится. Поэтому каждый случай очень интересный. Поэтому вы не лечитесь. И все новички, поставьте плюсики, кто здесь новички, кто вообще не был ни на одном сезоне. Поставьте сейчас плюсики в чате, кто не был ни на одном сезоне. И если вы пришли сюда лечить ВСД, я вас хочу обрадовать, что вы не болеете ВСД. Сейчас мы об этом будем говорить. Вон сколько новичков. Отлично. Теперь у меня второй вопрос к новичкам. Вообще круто, молодцы, супер, спасибо, что пришли. У меня к вам вопрос. Вот те, кто сейчас пришёл первый раз. Пожалуйста, для меня это очень важно. Сколько месяцев вы со мной знакомы? Вот только те, кто пришёл первый раз на сезон. Сколько месяцев вы меня знаете? Наверняка вы посмотрели на меня на ютубе, да? Вот мне важно, чтобы вы сказали мне, сколько месяцев вы меня знаете. 1, 8, 1, 8, 3, 3, 1, 12, 1, 1, 6, 6 дней, 3 месяца, 2 месяца, 2 месяца, 2 недели, 3 месяца, 2 недели, год, Один месяц, две недели, 0,5 месяца, наверное Один месяц, два месяца, два месяца, меньше месяца, две недели Слушайте, а кто понял, в чём прикол? А знаете, в чём прикол? А я вижу статистику Прикол в том, что стало приходить гораздо больше людей сразу На каком сезоне? На пятом или на шестом сезоне? Помните, что какая... Спасибо большое Помните, была какая статистика? Большинство людей меня смотрело от полугода до трёх лет И только потом пришли на сезон Смотрите, как мы к седьмому сезону поменяли портрет клиента На седьмом сезоне это уже правильный портрет клиента Они посмотрели меня буквально две недели-полтора месяца Наверняка они изучили канал Невроза Мегаполиса Им понравились какие-то видео Они какие-то вещи поняли и приняли решение Ребята, я вам от всех, от всего себя хочу сказать спасибо Потому что вы не затянули Вы не затянули этот процесс Потому что огромное количество людей Смотрит канал очень долго до принятия решения И это очень большая проблема Поняли? Поэтому я от себя лично хочу вас поблагодарить И сказать, что вы большие молодцы Кто пришёл, зная меня две недели-месяц За месяц можно изучить многое на канале После двух недель уже стало легче Спасибо, Алёна, спасибо, что пришли Вот, поэтому отдельное вам спасибо И видно, что портрет клиента изменился Это прекрасно Супер! Тогда давайте начинать Так вот, сейчас, к чему я это говорил? Я говорил это к тому, что вы не болеете ВСД Вы не болеете какой-то болезнью Которую мы будем с вами лечить Всё, что с вами произошло Вегетативно, панически, фобически Обсессивно-компульсивно Истерически, депрессивно И так далее Это естественные последствия Определённого эмоционального состояния И это эмоциональное состояние Вы сами создаёте себе Проблема в том, что Вас с детства и со школы Не учили этому Потому что у вас советская педагогика И в советской педагогике Как раз, вот, уровень самоосознанности Был выкашен на корню просто Потому что там очень много что Было такое, как это называлось в Советском Союзе Уравниловка, да? Когда личность, по большому счёту Вытаптывалась и подстраивалась Всё под а-ля, как правильно Помните это? Правильная одежда Правильные слова Правильные диалоги Правильный выбор Правильная идеология Правильный выбор И никакой советский родитель Не создавал своему ребёнку вопрос Что ты сейчас думаешь? Что ты сейчас чувствуешь? Поделись этим Или, например, как ты сейчас себя пугаешь? Как ты сейчас обижаешься? Поэтому, гестапо, ну да Поэтому советская Советская система Она напрочь выкашивала Индентификацию И это было очень жёсткое Нормативно, нравственно Социалистически правильный Портрет клиента Поэтому Отсюда все ноги На самом деле-то и растут Если быть откровенным Поэтому мы с вами Фактически, ребят Будем 10 занятий И 5 недель Немножечко переучиваться Вы за эти 10 занятий Станете более Я выключу чат Мне немножечко мешает Окей? Вы за эти 10 недель Станете немножко другим Вы станете больше Понимать себя Больше понимать Процессы Которые Вами Раньше Управляли автоматически Вы удивитесь Но большинство Обид Стыда Страхов Сомнений Действий Или бездействий Сделано вами Просто вы никогда Не замечали Как вы это делаете Вы увидите Что это ваша ответственность Куда Направить Эмоцию Либо Очень По легким рельсам Так как вы привыкли Либо у вас будет выбор Посмотреть на ситуацию По другому Это очень тесно Связано с вегетатикой Я для новичков Сейчас все это Буду объяснять Очень детально Окей? Но большинство Уже подготовленных Они ютуб смотрели Все-таки И Ваша вегетативная Дистония Это не болезнь Она никогда Не была Не в классификации В советском союзе Там было Примерно 15 Форм Просто в СД Почему-то Больше приглянулась Терапевтом По простоте Что ли Там еще было НЦД И ВСД И потом Терапевты Делили их По упрощенке На кардиологический Неврологический И там По-моему Смешанный Им было Очень удобно Так Классифицировать Пациентов У которых Не нашли Патологии Потому что Если пациент Приходил с жалобами На тихикардию На перебои в сердце На плохое самочувствие Страх за сердце Страх за здоровье Но обследовая Пациента Не находили Никакой кардиологической Патологии То было принято Ставить Вегетососудистую Дистанцию По кардиологическому Типу Со словами У вас просто Функциональное Расстройство Да Но не объясняя Что стоит Под словом Функциональное Расстройство Функциональное Расстройство Это эмоциональное Расстройство А эмоциональное Расстройство Это неврозы То же самое Касается Кишечника То же самое Касается Дыхание То же самое Касается Многих И других Жалоб Которыми Шифровали Аправиатуру ВСД Вегетососудистая дистония это такое сложное слово для большинства россиян. Вегетососудистая дистония. И первая ассоциация у среднего статистического русского человека, что что-то с сосудами. Что-то с сосудами и какая-то болезнь сосудов. И 95% населения, у которых ВСД, на 100% уверены, что ВСД это проблема с сосудами. И именно из-за сосудов они себя плохо чувствуют. Именно из-за сосудов возникают какие-то якобы приступы. И тогда непонятный вопрос, почему неврологи не могут понять, что с сосудами. И кардиологи не могут понять, что же с сосудами такое произошло. На обследованиях с сосудами всё в порядке. Сосудистые препараты колят, капают, принимают. Ничего не меняется. Потому что проблема не в сосудах. Проблема в эмоциях. Не ВСД, НЦД. По какому бы там типу это не классифицировалось. Это эмоциональное, временное и обратимое состояние. Все это понимают сейчас. Вегетососудистая дистония, как и неврозы, это временное состояние. У которых есть своё начало, середина и конец. Разница будет лишь в том, что за невроз стоит у истоков этого процесса. Потому что вегетососудистая активность – это здоровая активность. Она никогда не была патологией. Когда вы идёте на экзамен, покупаете машину, идёте на свидание, смотрите страшный фильм. Или что-то возбуждающее. А когда вы занимаетесь сексом, или когда на вас напал грабитель, у вас работает вегетативная система. Потоотделение, ритм сердца, давление, перистальтика кишечника, ощущения по коже и прочие функциональные органные работы. Это педали газа тормоза, и они здоровые. И то, что вы жалуетесь на повышенную вегетатику, жалоба выглядит так – мне это мешает, потому что раньше этого не было. Вторичная жалоба выглядит так – меня это пугает, потому что вдруг что-то это за проблема. Я хочу вам всем объяснить, что вегетососудистая активность, с которой вы все столкнулись, в этом случае, не является клиническим диагнозом, или не является каким-то симптомом. Многие из наших клиентов используют терминологию симптом. Я в том числе, чтобы вам было понятнее. Но ВСД не имеет симптомов. Но вы же не идете на свидание со словами «у меня подруги такая, звоните, говорите, ой, я иду на свидание с мальчиком, у меня такая симптоматика». Ну, вы говорите как «я так волнуюсь», у вас там мокнут подмышки, руки, да, в животе там что-то там непонятное, напряжение какое-то в целом, какая-то суетливая. Вы же не видите, что вас кроет ВСД, но обычно в жизни же так не говорят. Вы даже не говорите слово «симптоматика», говорите «я беспокоюсь, я волнуюсь», или «я места себе не нахожу», так ведь? Или когда вы сдаете экзамен, когда вы бегаете по туалетам, повышенная мочеотделение, повышенная потливость, сухость во рту наоборот, гул в голове, бессонные ночи перед сессией. Всё это и есть активность в гидатике, это не симптоматика. И именно поэтому у вас врачи ничего найти не могут, потому что это не симптоматика, это не классификатор симптомов или не классификатор ноозологических болезней. Это здоровое проявление эмоционального состояния. Поэтому давайте запишем первое. ВСД – это здоровое проявление эмоционального состояния в человеческом теле. Записали. Окей. В чём же здесь есть особенность? Единственное, что можно здесь назвать отклонением, это то, что здесь есть два фактора. Итак, давайте я буду с вами писать в чате, окей. Давайте пишем. ВСД – это здоровое проявление эмоций. Многие сейчас скажут, как это здоровое. Но я уже объяснял, поэтому оно здоровое. Вас пугает не сам проявление вегетатики. Единственное, что не норма, это, скажем так, не по делу факту. Сейчас объясню. Если на вас напал грабитель, маньяк, если вы сдаёте экзамены, и у вас потоотделение, головокружение, шаткость, бессонница, позывы в туалет, тахикардия, повышенная возбудимость, эмоциональная лобильность. Вы же не говорите, что у вас ВСД и вы заболели. Вы говорите, я переживаю, я в стрессе. Но вы не создаёте по этому поводу фобию. То есть, пишем, смотрите. Обычная вегетативная активность. Активность. Обычная вегетативная активность. Вспоминайте себя, ставьте себя в пример. Обычная вегетативная активность не пугает человека. Почему? Потому что она понятна. Правильно же? Вы говорите, я волнуюсь, потому что. Я беспокоюсь, потому что. И вы можете это объяснить. Вы можете объяснить вегетатику. И поэтому не обращаете внимания. В большинстве случаев люди так себя и ведут. Они говорят, я беспокоюсь, поэтому я вот так себя чувствую. А вот невроз – это немножечко хитрая штукенция в этом смысле. У вас всё то же самое. Те же самые вегетативные состояния, что и при обычных состояниях. Маньяки, экзамены, свидания и так далее. Но проблема в том, что возникает лак в головном мозге. Как этот лак выглядит? У вас получается пустота. Потом вдруг откуда ни возьмись, вегетативное напряжение. То есть, у вас потом идёт вопрос, а что это со мной? Так ведь? А потом идёт ответ. Кажись. И тут пошли варианты. Смерть или шиза. Ну, или там контроль, инфаркт. Ну и так далее. Дальше вы всё знаете по схеме. Вот этот лак, который человек не понимает, из-за чего у него вдруг возникло вегетативное напряжение и создаёт всю проблему изначально. То есть, когда этого лака нету, и вы говорите, я на экзамене, поэтому я волнуюсь, вы объясняете себе, когда вы просто едете на работу, в метро, или там сидите дома, идёте с девочкой в кинотеатр, просто идёте по улице, моете посуду, едете на работу с ребёнком, в детский сад ребёнка утром отводите. Не знаю. Ну, делаете бытовые рабочие вещи, и у вас вдруг начинается вегетативное напряжение, у вас вдруг начинается самочувствие, и у вас этот лак, он создаёт как раз всю непонятку. Ребята, плюсики, кто вот эту часть сейчас понял. Что всю непонятку создаёт вот это непонятное состояние, какого хера называется оно, что это такое. То есть, в принципе, само самочувствие, оно для многих знакомо, если его вспоминать. Спасибо, ага, хорошо, всё, спасибо, спасибо, я понял, спасибо, ребят, спасибо, всё, спасибо. То есть, если разбирать конкретную вегетативное состояние, потоотделение, тошноту, головокружение, тахикардии, у вас это всю жизнь. Просто это было объяснено, и это вас не пугало. И вот этот лак и запускает первую проблему. То есть, если вы хотите понять, как запускается невроз, он запускается всегда с вегетативного напряжения. Почему? То есть, первое, что поднимается на поверхность, это вегетативное напряжение. Затем за ним поднимаются какие-то мыслительные процессы. Сейчас мы об этом поговорим, когда будем говорить о понаправдающей мысли, сойти с ума, потерять контроль и так далее. То есть, первое, что происходит в невротических расстройствах, пишем, неврозы. Первое, это всегда функционал. То есть, первое, что проявляется в невротических расстройствах, это функционал. То есть, человек едет на работу, человек живет, 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 и вдруг начинается вегетативная активность не по делу. И вот тут начинается второе. Второе. Человек пугается от непонятия. Давайте я вот так напишу. Непонятие. Нормальное слово? Хотя, по-моему, от слова нет в русском. Человек пугается от непонимания. Давайте я вот так вот напишу. Человек пугается от непонимания, откуда это и что с ним. Третий шаг в невротическом расстройстве. Врачи либо молчат, либо пугают странными словами. И здесь мы называем это в психотерапевтическом сообществе ятрогения. Это называется ятрогения. Ятрогения, потом можете посмотреть в гугле, в инстаграме, в этом, в яндексе. Ятрогенный процесс. Это процесс, созданный врачом с помощью какого-то слова или действия, или манипуляции, который повлек за собой ухудшение самочувствия пациента. Вот в неврозах ятрогенный процесс развивается, как правило, очень часто. Когда скорая приезжает, когда врачи принимают. И вместо того, чтобы очень аккуратно сказать пациенту, что не волнуйтесь, у вас всё хорошо с органами, болезни нету, вы не скончаетесь, не умрёте. У вас просто что-то эмоциональное, и вам надо обратить внимание на вашу эмоциональность и на ваше психологическое состояние. Обратитесь к психологу, к психотерапевту, по месту жительства и так далее. Врачи начинают высасывать кто во что гораст, вплоть до того, что у меня был случай, но не у меня конкретно. Мне с врачами повезло в 2006 году, когда я сам с этим столкнулся. Ну, горе с этим было не столкнуться мне. У меня была недавно клиентка, которая рассказывала, что одна бригада скорой помощи, ей сказала, что а, ну сегодня полная луна, поэтому все выездышники обострились. Можете представить себе, это врач. Это рембригада. И это Россия. Если вы вызовете в Соединенных Штатах Америки скорую бригаду, есть кто-нибудь из Соединенных Штатов, я вот не вижу, есть Израиль, есть Великобритания, но вот из Великобритании Артур у нас есть, да? А есть кто-нибудь из Соединенных Штатов, в прямом эфире я не вижу. Кто-то там был из Канады у нас, я знаю, что был из Канады кто-то. Вот если вы в Великобритании, если вы вызовете, например, бригаду скорой помощи, что вам скажут, Артур, напишите нам, пожалуйста, что скажут медики или парамедики, когда человека, человек вызовет скорую помощь на паническую атаку? Порчу навели, да. То есть у нас в этом плане третий пункт гетерогенности очень сильно развит. Артур, вы с нами? Если вы с нами смотрите, пожалуйста, напишите, что говорят врачи в Великобритании, когда вы вызываете скорую помощь на паническую атаку, на приступ паники? Ну, давайте я Артуру помогу. В Америке очень стандартизирована работа парамедиков. Вот, Артур. Не один раз вызывал, дали парацетамол и сказали ждать парацетамол. Ну, прикольно. Ну, а почему ничего не сказали? Странно вообще для Великобритании парацетамол. Но есть стандарты. Есть мировые стандарты по работе парамедиков. Может быть, в Америке только это сделано, я не знаю. Но в Соединенных Штатах, когда вы вызываете бригаду скорой помощи на паническую атаку, они измеряют определенные показатели, объясняют пациенту, что у него эмоциональное паническое расстройство. В ряде штатов им дают методологическое пособие, как справиться с панической атакой. И говорят, обратитесь к психотерапевту по месту жизненства. Поэтому вот здесь очень важно понимать именно вот этот третий пункт ядрогенности. Потому что у нас, к сожалению, очень с этим сложно. Если в Америке все в этом плане попроще, и там больше проблемы с депрессивностью, то в Российской Федерации, к сожалению, оставляют желать лучшего. Это стандартизация. И людям приходится, как Дмитрий Викторович сказал, утопающих, делая рук самих утопающих. Самих искать врачей, самим платить деньги, самим искать по знакомым, по сарафану и так далее. Пишем дальше. Етрогенность. Итак, сначала человек ощущает функционал, вегетатику. Затем человек пугается от этого. Затем врачи начинают подкидывать сомнений. Четвертое. Человек начинает пытаться понять, что с ним. Причем большими буквами сам. Это очень важно. Как правило, он идет в интернет, который в изобилии не понимающих. Таких же, как врачей, по большому счету. И человек теряется. И вы не представляете. Наверняка у нас на седьмом сезоне есть люди, которые потерялись на годы. Люди теряются. Врачи им ничего сказать не могут. Толком. Ничего не помогает. Таблетки не помогают. В интернете все по-разному. И люди начинают ощущать, что они одни такие. Что с ними что-то случилось уникальное. Что вот все нормальные, а у него что-то сломалось, причем непонятно что. Ладно бы хотя бы понятно, что ломалось-то. А тут непонятно, что ломаться. Психиатр говорит, с головой тебе все хорошо. Врачи говорят, нечего лечить, отстань. Родственники тебя не понимают. Близкие тебя не понимают. Ты постоянно чувствуешь себя хреново. И ты не можешь никому это объяснить, потому что тебя, а, никто не поймет, б, посмеется, третье подумает, что ты какой-то странный. И вот эта самоизоляция и вот эта проблематика, она как раз и приводит к самому пагубному. Спасибо. Ну вот видите, как много. 12 лет искали. 15, 14, ну жесть. Два месяца. Это радует. Я вас поздравляю, Алена. Потому что вы, вам фартануло в том смысле, что вы раньше, видите, 12 лет, что вы раньше обратились. И вы увидите все. Итак, интернет, ДТР, ДТМ. И шестое, человек начинает заниматься самоизоляцией. И вот это единственное, 10 лет, ну, я понимаю. Спасибо. Вот единственное, чем опасны неврозы, это вот эти. Самоизоляция. То есть, человек от неврозов никогда не умирал. Человек от неврозов и от паники никто никогда не умер. Если бы от панической атаки можно было умереть, в Соединенных Штатах тратились огромные средства на изучение панической атаки. Они ушли на несколько десятков лет вперед. Они уже нам про это рассказывают, знаете, как, ой, блин, что за динозавры приехали про паническую атаку спрашивать? Мы сегодня изучаем нейрофизиологию, психики, они все про паническую атаку россияне спрашивают. Поэтому они исследовали уже все вдоль и поперек. У них уже вообще там новые там наработки в саморазвитии, самоосознании, самоидентификации, коучинг, мотивации, успехи, полигамность, однополые браки. Чего это только не изучают. А мы все с вами с паническими атаками и вегетатика. То есть, это настолько вот как бы, как сказать, это настолько большой разрыв, что мы его, конечно, сокращаем. И вот блогеры, мои коллеги в Ютубе помогают это делать. Ваш покорный слуга в интернете это делает. Немного людей, которые помогают сократить максимально этот разрыв. Дмитрий Тачков, как летающий, постоянно в США привозят туда информацию. Немного таких людей, которые пытаются подтягивать, потому что само государство, ребята, ни ху, я не этим не занимается. Я не знаю, по какой причине, но оно этим не занимается. Приходится заниматься таким долбоебом, как я, и еще там 20 человек таких же упоротых своим желанием причинить непоправимую пользу населению. И, в общем, мы как-то пытаемся хотя бы хоть как-то это сбалансировать в этой стране, конечно, хоть как-то. На государственном уровне нету такого. В Соединенных Штатах на государственном уровне у меня была клиентка, которая училась в Соединенных Штатах. И она мне присылала методичку, где каждому студенту какого-то там университета раздавали памятки, как работать и реагировать с та страхом, с тревогой, при теракте, при панической атаке, при пожаре. Причем это было в курсе ОБЖ. Можете представить? В курсе ОБЖ в каком-то университете или как там это называлось? Паническая атака, теракт, пожар, смерть близкого. Какие-то вот такие были у них наработки, где каждый студент знал, что делать, если учать, что произошло. Ну, с точки зрения эмоций. У нас очень далеко от этого. У нас на ОБЖ до сих пор рассказывают про противогазы. Как будто у нас Хиросима с Нагасаки буквально недавно случилось. Ну, или презервативы натягивают на манекен, что, конечно, полезней, видимо, но как бы не про полезность в реалиях. Ладно, не будем про государство. Ну, тут спорный вопрос по поводу экономики. Государству невыгодно тупое население. Поверьте, это такая иллюзия. Я много работаю в этой сфере, и я вам могу сказать, что ни одному государству невыгодно тупая деградация людей. Объясню почему. Только эволюция населения популяции страны развивает экономику страны. Ни одному государству невыгодно деградация. Это немножечко сказки Венского леса про то, что государству выгодно тупое население. Нет. Это не так. Поверьте, государству невыгодно тупое население. Но это население должно быть всегда в балансе между не путайте, пожалуйста, интеллект и революционные желания. Это не одно и то же. Например, есть один регион, у меня там много лет прожил один мой клиент, который входил в десятку Forbes. Он реально входил в десятку Forbes и он у меня занимался. Он жил в Сан-Франциско напротив Твиттера. и там среднестатистическая категория населения с интеллектом достаточно специфическая, мягко говоря, выше среднего. Там программисты, дизайнеры, веб-дизайнеры, копирайтеры, креативщики, что там только не живет. Причем они все ходят в шортах, в сланцах, в футболках. Все очень просто. Но там нет революционной среды. Именно вот такой уровень населения и развивает экономику не только страны, но и мира. Поэтому государства борются за мозги. Они перекупают мозги, они выкупают мозги, они выращивают мозги, если хотите. Государству невыгодно тупое быдло. У нас, к сожалению, в Российской Федерации очень большое пространство, и население очень сложно подвергнуть эволюционным изменениям. Это может сделать естественный процесс эволюции. Поэтому кому-то приходится умирать, кому-то рождаться, и только путем вот этих естественных процессов, включая инновации, инновации в образовании, инновации в населении, инновации, и будут двигать развитие общества. Но сейчас не об этом. Я к чему? Я к тому, что государству невыгодно, чтобы вы были тупы. Не ведитесь на эту уловку. Государству выгодно, чтобы вы были умными, и выгодно, чтобы вы привносили в бизнес, экономику, и так далее. Но тратить на это бабло сложно, к сожалению, у нас. и держать население в узде революционных процессов тоже необходимо. Потому что ни одни революционеры в России хорошо не кончали, и, как правило, эти революционеры не очень хорошо с мозгами дружат, как правило. Поэтому менять шило на мыло, как правило, смешно. Но вот у нас есть Украина. Ну вот попрыгали люди на Майдане. Но поменяли, но свергли, но и чё? Ну и в чём прикол? Возникает вопрос. Ладно, сейчас не об этом. Поэтому менять надо тогда, когда есть на что менять, а не поменять, чтобы поменять. Умный человек, который не захочет такого государства, он просто из этого государства уедет. Либо он не будет делать так, чтобы государство ему мешало. Он умный человек дружит с государством. Лёш, умный человек на то и умный, что он понимает, как с этим государством взаимодействовать. Тупой человек начнёт кидаться камнями на Майдане. Вот это не умный подход. Потому что нация, которая интеллектуально развита, она либо договаривается с государством, либо уезжает из государства и работает на другое государство. Поэтому тут вопрос только в этом. Но ни одному государству невыгодно, чтобы вы уезжали, если вы экономически выгодны, если вы предприниматель, если вы создаете, если вы развиваете. Ни одно государство этому невыгодно. Давайте об этом сейчас не будем. Об этом потом. Куда валить-то? Не знаю. Окей. Поэтому вот так это выглядит. Что вам надо знать первое о вегетососудистых активностях? Потому что сегодняшний первый урок мы посвятим ВСД, панике, агорафобии и навязчивым мыслям. Окей? Потому что большинство из вас пришло сюда с самочувствием. Большинство из вас пришло сюда с некими жалобами. Смотрите, как это выглядит. Если вы сейчас будете смотреть вот эти шесть элементов функционал, человек пугает себя от непонимания, врачи пугают, человек начинает пытаться понять сам, в интернете себя пугает еще больше и изолируется. Вот так в целом выглядит некий срез. Сюда можно подтянуть то же самое про навязчивые мысли, про ипохондрию. Так или иначе это будет укладываться в эти шесть элементов. Поэтому терапии пишем. Терапия неврозов. Неврозов. Первое из чего начинается терапия неврозов это всегда с обследования. Обследование по жалобам. По жалобам. Общее клиническое. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду следующее, что ни один компетентный психотерапевт, консультант, бригадный подряд помощи пациенту, не будет ставить вопрос о неврозе до тех пор, пока они не получат на руки действительные заключения профессиональных исследований. Потому что вегетативная нервная система едина. И когда у человека развиваются болезни, например, возрастные изменения в кардиологии, всевозможные изменения в желудке и кишечнике, всякие дебюты бронхиальных астм и проблемы с сосудами и кровоснабжением, вегетатика естественно точно так же будет реагировать, как и при неврозах. Отсюда очень важно понять, что очень нужно хорошо пройти обследование, чтобы услышать одну простую фразу. Ничего серьезного мы у вас не нашли. Чтобы не случилось так, как, например, у меня было, ну, таких случаев было мало. Объясню. Потому что большинство из вас, согласитесь, прошло сколько обследований? Да вы колоноскоп не высавывали из своей задницы несколько лет, как правило. Ну, я же, конечно, утрирую, но и вы понимаете, что в каждой шутке есть доля шутки, правда же? Вы прошли, как правило, вот такую кипу ребята ко мне в офис приносят, вот смотрите, что я прошла. У меня там Таня иногда говорит, если у вас есть обследование, принесите. Она говорит, что, все нести? Она говорит, ну, последние. Мне приносит женщина два мешка, реально два мешка принесла, выписок, эпикризов, говорит, вот, изучаете. Я говорю, круто. Я говорю, а можно что-нибудь просто последнее? последнее. Я говорю, или просто, она говорит, ничего нет. Поэтому, первое, имейте это в виду. Ну, можно на 300, можно на большее. Тут уж дело, как, куда кого занесет, и кому какие попадутся врачи, потому что, хотите вам секрет? Ну, не секрет для вас, это скорее всего, просто имейте это в виду. если вы пойдете обследоваться в частную клинику, вот, да, вы хотите, я вам просто лайфхак скажу, чтобы вы не делали больше такой ошибки, сказать вам, как вести себя в частной клинике медицинской. Объясняю. Частная медицинская клиника это бизнес. В бизнесе есть много понятий эффективности сотрудников. И то, что вы приходите полечиться, и то, что вам оказывают услуги, это, конечно, с одной стороны, медицина, и это все хорошо. Но не забывайте, что это бизнес. Существуют клиники, у которых есть некая средняя, некий средний чек по определенным, по определенным врачам, скажем так. Никогда не замечали, что когда вы приходите в частную клинику, жалуясь на что-то, вам начинают делать манипуляции или назначать очень много всяких манипуляций или анализов, которые, в принципе, не очень-то были и нужны. А если и нужны, то не обязательно. Почему так происходит? Потому что врач получит от глав врача пистон, если он увидит, что пациент вышел с маленьким чеком. Средний чек пациента должен быть определенной цифры. Есть такие клиники. Я не грешу на все. Но есть такое, чтобы вы не попали просто на это. Я объясню, как это выглядит. Не всегда эта система работает, потому что глав врач такой плохой и засранец. Или там учредители клиники. Объясни, откуда это пошло? Ну, я просто могу ответ вам сказать очень простой. Объяснить? Менеджеры, которые учатся руководить медицинскими центрами современными, проходят обучение где? Вы сейчас все просто поймете. Где проходят обучение менеджеры современные? Они, как правило, проходят высокодорогое дорогое обучение либо MBA, либо какой-то зарубежный менеджмент и изучают кейсы зарубежных компаний, зарубежных медицинских центров. Так? В большинстве случаев так. В чем разница между российской медициной и, например, зарубежной? Ну, первый, кто скажет сейчас? В Америке просто точно так же с вами будут говорить. Вы приходите, жалуетесь на выездные, и у вас палитра обследования пошла. Все то же самое. Разница только одна. Кто догадался, в чем разница? Верно. Молодец. Вот сразу хорошо. Надя молодец. Не только в профессионализме. Разница в том, что ту модель да-да-да-да-да-да-да-да-да, молодцы, догадались, хорошо размышляете, мне нравится. Разница заключается в одном, что модель, под которую затачивают менеджеров в Америке и русские туда попадают, это модель страховой медицины, когда врачи начинают назначать большое количество дополнительных исследований, чтобы отсечь профессионально многие патологии, и это правильно, то есть в большинстве случаев вам не назначают левое вообще, но это какие-то конченые должны быть врачи, чтобы назначить вам то, что вам не нужно. Но врачи в Америке так сделать не смогут, знаете, да, почему? Потому что придет страховой надзор, и если вы жаловались на боль в горле, а вам сделали клизму, то клинику просто очень сильно оштрафуют. Почему оштрафуют? Потому что за пациента платит кто? Платит страховая компания. И менеджмент европейский и американский выстраивает систему обследований так, чтобы и пациенту помочь максимально широко исследуя его, и денег со страховых компаний поиметь побольше, и не попасть под надзор, чтобы они вам лишнего не назначили. Поэтому очень много современных в России частных клиник работает по модели назначения очень большого количества исследований, которые может быть даже и неплохи в показаниях, но модели страхования в России нету. И пациенту приходится что? Бабло выкладывать на стол, а еще лучше что вам говорят в этой самой медицинской клинике? Шустрые менеджеры подсуетились, они говорят «Вы хотите кредит? Сейчас мы вас полечим, вы просто кредиты подпишите и мы на все вас 300 тысяч полечим сейчас, кредитные причем. Вы будете должны банку, не нам, потому что банк оплатит сразу. Понятно, да? Банк оплачивает сразу клиника, клиника получает свое бабло, а потом банк говорит «Ну что, добрый вечер». Поэтому будьте очень внимательны, когда вы будете проходить обследование в платных центрах. Старайтесь понимать, что обследовать надо и что обследовать не нужно. Давайте я вам здесь чуть-чуть подскажу, окей? Потому что новичков много. Первое, что вам надо сделать по кардиологии. Значит, по кардиологии. УЗИ, ЭКГ, мониторинг, пишу монитор по холтеру, причем мониторинг по холтеру может быть как давление, так и ритма, ну и кровь на гормоны. Ну и максимум это велгометрия. Это исследование ритма сердца в нагрузке. Вы можете крутить педали или бежать по дорожке. Кардиологи будут смотреть. Это все, что достаточно для того, чтобы отсечь серьезные патологии сердца. Дальше. Неврология. ЭКГ. Не надо сейчас писать пожалуйста мне вопросы. Это меня сбивает. УЗИ сосудов шеи и головы. В ряде случаев показано МРТ головы. Есть некоторые виды исследования сосудов, но на МРТ головы этого будет достаточно. Если с контрастом обычно делать, то там в принципе все будет видно. Ну вот собственно говоря достаточно для серьезных патологий. ЖКТ желудочно-кишечный тракт это классика гастроскопия колоноскопия этих исследований вполне достаточно, чтобы отсечь какие-то серьезные патологии. Ну и дальше давайте не будем сейчас это расписывать. УЗИ органов таза женских и мужских М и Ж это ультразвук простаты, это ультразвук яичников, ультразвук этих самых желез этих молочных, это все ультразвуки брюшной полости, ну и отдельная история заслуживает томография легких ультразвук щитовидки туда же входит, ну и исследование крови, исследование гормонов, гормонов, каких гормонов, гормоны ТТГ, Т3, Т4, тероксин, плюс половые гормоны, это касается женщин на предмет климакса и на предмет гормональных сбоев, которые приводят вегетативно напряжение, потому что девочки, которые принимают например противозачаточные, у них может прыгать гормональный фон, их вегетатика может тоже прыгать на фоне гормонов и они могут спутать это с ВСД естественно, хотя у вас просто может пойти гормональный сбой. То же самое касается женщин после 40, грубо говоря к 50, у них могут быть возрастные инволюционные процессы гормональные и они могут их тоже спутать. Точно так же ваша тахикардия и прочие остенные невротические состояния могут быть связаны с гормонами щитовидной железы. Например, гормонов щитовидной железы может быть либо недостаточно, либо их может быть излишне много. Поэтому тоже кровь сдаем и консультируемся половые гормоны плюс консультация эндокринолога. Эндокринолога. Давайте посмотрим. Кардиология, неврология, ЖКТ и органы плюс гормоны и флюорография, пульмонология. Тут еще можно, знаете, что сделать? Помимо функции дыхания, если кто-то жалуется на нехватку воздуха, ком в горле, ощущение неполного вдоха. Это часто невротическое. Я хочу вас, но я обязан на первом занятии как специалист вас просто предупредить. Это должно быть, это нужно. Есть такое заболевание, называется дебют бронхиальной астмы. Или просто бронхиальная астма, она относится к психосоматике. Поэтому функция дыхания ФДГ, по-моему, называется сокращенно, функция дыхания тоже поможет, это пульмонология, да, пульмонология, тоже поможет исключить дебют бронхиальной астмы и не спутать его ни с чем. По большому счету, если вы будете раз в год хотя бы порционно или в государственной клинике, вот все, что я сейчас вам написал, за исключением МРТ, можно сделать по вашему страховому полюсу, где? В вашей городской поликлинике. Здесь из дорогого, наверное, только МРТ головного мозга. Все остальное спирография, ну да, все остальное оно как бы недорогое, гастроскопию, колоноскопию, но кто хочет пораскошелиться, может сделать под гастроскопию, это уж не надо. Единственное, что я вам порекомендовал бы, не надо исключать остеохондроз. Зачем? Зачем вам исключать остеохондроз? Остеохондроз есть априори у всех. Сейчас мы об этом поговорим. Зачем вам его исключать? Вы его не исключите, я у вас его найду по-любому. Просто вопрос, просто в какой он будет форме. Неврологи и так найдут у вас остеохондроз, не переживайте. Остеохондроз с вашим неврозом не связан никак. Другое дело, что вы можете путать проявление остеохондроза, считая, что это как-то связано с ВСД. ВСД и остеохондроз не связаны никак. Ведь это сосудистая система, она едина. Она будет иннервироваться при обычных житейских переживаниях. Она будет иннервироваться при невротических скрытых переживаниях. Она будет иннервироваться при поражениях дегенеративных изменений хрящей, то, что называется остеохондрозом. Она будет иннервироваться и активничать при изменении гормонов щитовидной железы и половосвязывающих половых гормонов. Она будет реагировать по-любому на какие-то аспекты. Потом вопросы. Поэтому имейте это в виду, что вегетатика она едина. Она не только связана с неврозом, она связана со многими вещами. Поэтому если вы будете раз в год просто проходить вот это все, половину, большую часть можно сделать бесплатно или не так дорого, велком. Как я сказал, колоноскопия делается в премедикации. Колоноскопии исключают у нас новообразование, язвы и так далее. Гастроскопия то же самое. Если будете делать гастроскопию, я от себя лично рекомендую делать гастроскопию через нос. Кто делал гастроскопию, тот знает, что гастроскоп бывает двух видов. Бывает назальный и бывает такой стандартный что ли, да, именно вот как он правильно называется, я не помню, но смысл в том, что назальный гастроскоп, он просто меньше в диаметре, но если вы будете делать гастроскопию, пожалуйста, попросите делать гастроскопию через нос. Объясню почему. А гастроскопия через нос, через ноздри, через одну ноздрю, переносится пациентами гораздо лучше, потому что у вас нету раздражений на корень языка сильные, гастроскоп не попадает на корень языка и рвотного рефлекса меньше. Когда вам брызгают лидокаином в нос и в горло, вы не чувствуете, как проходит гастроскоп через носовые пути, через носоглотку, он переносится, эта манипуляция переносится гораздо больше. Понятно? Поэтому, ну да, поэтому делайте, старайтесь делать через нос. Вот вкратце по первому пункту терапии неврозов. Все это поняли? Первое. Плюсики ставим, кто понял, что первое, что мы делаем? Мы отсекаем органную патологию, используя современные исследования. Хорошо. Если вы все это прошли, радуйтесь. Потому что если бы у вас была какая-то болезнь, вас бы это нашли. Все, хорошо. Молодцы. Ребят, я знаю, что вы многие уже прошли и так далее, но я обязан это сказать. Здесь очень много новичков, поймите меня правильно. Окей? Второе. Начинаем образование. Образование в сфере неврозов, а именно симптомов. Симптомов паники, фобии. Второе, к чем приступаем мы в терапии неврозов, это с образованием пациента о том, что с ним происходит. Вот мы, собственно говоря, с вами сейчас с этого и начинаем. Я уже начал коротко, но я продолжу. Итак, ваши жалобы фобические, страх за сердце, страх умереть, страх потерять сознание, страх, что вы не сбежите туалета, тахикардия, кишечник, желудок, мысли о том, что вы сходите с ума, мысли о том, что у вас что-то там случится, это лишь цветочки, поверьте. Здесь есть люди, которые прекрасно знают, о чем я говорю. И они сейчас сидят, и им немножко скучно, потому что они уже побывали на более глубоком понимании сути неврозов, и они понимают, что все, о чем я сейчас говорю, это такая, знаете, малина, которая цветет сверху, как проявляются неврозы функционально. Но то, что вы будете узнавать все глубже и глубже, будет все больше и больше вас увлекать в интереснейшее изучение самого себя. Но сначала я на первом занятии вынужден заняться такими стандартными вещами. Итак, что такое образование? Пишем, в образование входит ВСД это проявление эмоций. А именно, каких эмоций? Страх, гнев, сейчас многие удивятся, вина, стыд, ревность, зависть, обида. Страх, гнев, стыд, вина, ревность, зависть, обида. Ну, достаточно. Ну, нашли язву, лечите язву. Че, молодец. Поздравляю вас. Все эти эмоции и активируют вегетативную систему. Вот по большому счету, что такое ВСД, если говорить научным языком. Эмоции, страх, гнев, винастые, тремность, зависть, обида создают определенное состояние в психике человека. И все это начинает проявляться. Давайте сейчас сделаем простое упражнение. Давайте, вот, особенно это касается новичков. Я просто вам хочу кое-что показать. Закройте сейчас все, пожалуйста, глаза. Кто знает, это упражнение можете его не делать, кто не знает, закрывайте глаза, пожалуйста. Закрывайте глаза, представляйте себе, пожалуйста, желтый лимон, фрукт такой, лимон. Разрезайте лимон пополам и начинайте выдавливать лимонным соком себе на язык. И капайте лимонным соком себе на язык как можно больше. Просто капайте себе лимонным соком на язык. С закрытыми глазами. Вспоминайте, как это выглядит. Капаем лимонным соком себе на язык. Открываем глаза, спасибо. Если вы сейчас почувствовали, у кого появилась слюна, слюна или ощущение во рту, хочется сглотнуть. Вот если вы делали это упражнение, то вы увидите, что на самом деле появились очень интересные ощущения в полости челюсти. У вас есть несколько спасибо, я понял, потекли многие, это нормально. И у вас есть определенные железы. Они называются подчелюстные слюнные железы и заушные слюнные железы. Они выделяют определенную слюну, хорошо, окей. А внимание, вопрос. А был ли у вас лимон во рту? Действительно. Лимон действительно был? Был ли сок лимонный? Или вы его представляли? Вы его представляли? Отсюда мы сделаем вывод. Пишем вместе со мной. Не было. Лимона не было во рту, а слюна была. Пишем. Вегетатику создают образы мыслей. Вот это красным, пожалуйста, выделите. Я вас очень прошу. Вегетативную активность создают образы. Ваш организм не видит, что на вас набросилась например собака. у вас есть образ. Какой образ возникает у вас в головном мозге, когда на вас набросилась собака? Вы его не считываете быстро, но если вы сейчас начнете изучать, то вы узнаете, что лающая на вас собака вызывает инстинктивный защитный механизм, потому что она моментально по системе свой-чужой опасный-безопасный интерпретируется как что? Чужой и опасный, потому что у вас был когда-то опыт, благодаря которому вы себе сказали, что эта собака опасна. Кто-то кого-то кусал, вы где-то слышали, еще что-то, не важно. Если бы выросли в каком-нибудь там племени, вы бы не знали этого. поэтому кто сейчас будет обсуждать что-то в чате, будет покинет помещение. Поэтому образы и создают нашу эмоциональную палитру, которая моментально выстреливает естественно ваше тело. Когда вы видите милого котенка, у вас нету образа угрозы, у вас нету образа опасности, правильно? И ваша вегетатика ровным фоном идет. Если я вам положу две змеи и скажу, что одна змея ядовитая, а другая безопасная, вы будете очень сильно бояться, потому что вы не можете понять, какой из этих, какая змея будет для вас опасной, вы будете бояться обеих. Если я вам скажу, вот это безопасное, а вот это опасное, к той вы не будете испытывать тревогу, а к этой будете. Хотя ваш организм сам по себе змей этих двух не видит, вы оцениваете это как опасное. Поняли к чему я клоню? К тому, что ваша вегетатика это естественный отклик организма на образ опасности. Пишем вместе со мной. Вегетативная реакция, которую вы пытались лечить всю жизнь, естественно безуспешно, это отклик на небезопасную образную картину. Двоеточие пишем. Какие обычно у наших клиентов в голове образы, которые запускают и поддерживают их состояние. Первый образ, естественно, это смерть. То есть, они считают, что с ними что-то происходит. Например, у них возникла тахикардия, и они естественным образом интерпретируют тахикардию как прелюди к инфаркту. И это прелюди к инфаркту, это и есть образ смерти, который создает инстинкт самосохранения, и вы испытываете вегетативную активность. Сейчас я все напишу по порядку, а мы будем разбираться дальше. Итак, первый образ это образ смерти. Второй образ это образ позора. Третий образ это образ брошенности. Брошенности. Мадам Брошкина, которая в общем у нас. Смерть, позор, брошенность и безвыходность. Безвыходность. И поражение. Запишите сейчас, это очень важно, потому что это краеугольно важно. Даже если вы сейчас не въезжаете про что я, вы про это въедете чуть позже, я вам обещаю. Вот прям обещаю, что въедете попозже. Потому что большинство из вас сейчас упороты идеей, что вы себя просто плохо чувствуете, потому что у вас вегетатика сломалась. На самом деле нет. Итак, смерть, позор, брошенность, безвыходность, поражение. Запишите себе это. Я это себе сфотографирую, потому что это тоже очень важно. Ребят, если я это сфотографирую, поверьте, это действительно важно. потому что эти все пять образов, эти пять образов как запускают вегетатику, так и стоят у истоков самого расстройства. вы немножечко попозже поймете, почему эти пять образов стоят перед у истоков самого расстройства. Потому что сейчас новички считают смерть, позор, брошенность, безвыходность и поражение согласно, что новички сейчас трактуют как? я могу умереть от паники и от вегетатики, это позорно, если я описываюсь, значит, если я такой больной, меня бросят, я не знаю, как это вылечить, поэтому это безвыходность и поражение, типа, я вот заболел и я какой-то больной. большинство новичков интерпретирует эти пять образов сейчас именно так, но это большая ошибка. На самом деле, если копнуть чуть глубже, то именно образ безвыходности, ну, например, возьмем себе человека, у которого есть вегетативные жалобы, панические атаки, кардиофобия или ипохондрия и так далее. У него возникли ситуации на работе и параллельно в личной жизни. И он их начинает интерпретировать как безвыходные, как тупиковые, где он не может принять решение. На него начинает на работе что-то происходит и он начинает трактовать это как поражение. Какой-то клиент начинает трактовать, что если от него уйдет муж, он будет брошен и ужасно. Если кто-то о чем-то узнает, это позор. То есть на самом деле эти образы изначально и создают тот самый вегетативный фон, которого вы потом вторично боитесь. то есть если взять схему ну да если взять схему то схема выглядит так смотрите сначала у вас в жизни происходит событие у вас в жизни происходит события в сфере семьи работы отношений с людьми родственниками самостоятельности и так далее второе вы создаете палитру образов трактуя эти события ВСД и неврозы на ровном месте не происходит вот они откуда идут вы создаете палитру образов трактуете события каким образом угрожающие опасные проигранные в заперти безвыходные позор а что скажут папа мама и так далее ну и так далее после того как вы страктовали у вас естественно от пункта 2 поднимается эмоция и тут эмоции у вас поднимается например эмоция страха эмоция тупика эмоция гнева гнева зависть обида на мужа например потому что не соответствует вашим ожиданиям он вам обещал одно ожидания не оправдались вот вам обида и гнев добрый вечер и четвертая вегетатика откликается вегетатика откликается здоровым реагированием пятое вы боитесь этого от незнания помните мы говорили об этом то что вы не можете сразу дать определение этот лак возникает вы боитесь этого ну и собственно говоря все шестое вы закрепляете страх поведением так формируется невротическое тревожнофобическое состояние то есть на самом деле неврозы это длительный процесс это не случается в один день вы заболели это всегда процесс растянутый во времени потому что семья работа отношения с людьми родственники самостоятельность самоидентификация стыд и самооценка это процессы которые годами идут затем возникают просто какие-то последние события на которые вы финально эмоционально как-то реагируете или как правило чаще всего это сочетанные события согласны? вот у меня например было так у меня когда возникли панические атаки первые это был шестой год и потом анализируя произошедшее я увидел что у меня в один промежуток времени примерно в 4-5 месяцев получилось так что у меня в этом временном промежутке случилось много очень значимых событий которые для меня были очень эмоционально непросты непросты я принял решение расстаться с девушкой это было наше совместное как бы решение обоюдное но все равно это было очень эмоционально нелегко тогда мне плюс к этому у меня была работа в ресторане где у меня не получалось сделать то что я хочу я не мог сделать шаг назад и там было столько интерпретаций и столько образов безвыходности обиды гнева и так далее и тому подобное что все это вкупе в какой-то момент на работе вышло вегетативное сначала состояние естественно я этого испугался как и вы все начал думать что я сейчас помираю и пошло поехало поэтому этот путь я знаю как никто другой поэтому ну многие люди кто с этим столкнулся этот путь прекрасно знают просто моя работа заключается не только вам это объяснить а моя работа на нашем с вами занятии на нашем с вами курсе заключается не в панической атаке в СД вы все это знаете большинство вот например поднимитесь моя работа заключается в том чтобы научить вас по пункту номер один и номер два не создавать проблему все это поняли то есть работая на этом курсе мы с вами будем не столько работать над последствиями а сколько научаться не создавать такую форму реагирования на семью работу отношения с людьми родственниками самооценка самостоятельности чтобы мы не приходили к этой проблеме вот чем я занимаюсь потому что огромное количество моих друзей и коллег в ютубе которые вам рассказываются о панических атаках с агорафобией и про прочие и прочие вещи и это все хорошо но у меня к вам сейчас один статистический вопрос поднимите руки или поставьте плюсики пожалуйста скажите я кто справился с паническими атаками агорафобии у него их нету но они были но ему от этого не лучше в том смысле что проблема самочувствия зажатости социофобии или требований сохранилась панических атак нет вы не пугаетесь она ничего не произошло вот вот все эти люди понимаете и вот это надо понимать потому что сами по себе панические атаки и агорафобия вон они спасибо все не являются симптомом я сейчас покажу поэтому когда мы говорим о том что панические атаки и агорафобия лечится и это связано с неврозом это не совсем корректно смотрите вот на наши шесть элементов сначала что-то в жизни произошло вы создали палитру образов тотем естественный пункт поднимается эмоция гнева вегетатик откликается здоровым реагированием и вот номер пять вы боитесь этого от незнания и номер шесть закрепляете страх поведения вот все что касается панических атак и агорафобии или навязчивых мыслей это пункт номер шесть и номер пять и начинать нам надо именно с этого для тех у кого это все еще есть я буду говорить об этом на следующем занятии более детально и мы посвятим только два занятия работы с симптоматикой весь основной курс мы будем работать именно над процессами пункта номер один два мы начнем с пункта шесть и номер пять но мы перейдем в основную концепцию что у вас в жизни и как вы реагируете поняли потому что здесь наверняка есть люди которые испытывают проблему по пункту номер пять и номер шесть но я вам так скажу устранив пункт номер пять и номер шесть ничего существенного не изменится потому что останется пункт номер четыре вегетатик откликается здоровым реагированием вот так вы живете правда же поднимите руку кто сейчас так живет вегетатик откликается здоровым реагированием потому что у вас дохера эмоций в пункте три два и один вот вы так собственно ко мне и пришли по большому это счет. Нету избеганий, нету страхов за вегетатику, объяснили, прожили, попровоцировали, поняли, что не скончаетесь, послушали, поделали, походили, но вот, собственно говоря, вы поэтому здесь и находитесь, спасибо, что пришли, молодцы, супер. Я не буду использовать слово мировоззрение, потому что оно очень популистское такое, я его когда-то использовал, но мне оно перестало нравиться, знаете почему? Потому что в слове мировоззрение нет конкретики. Слово мировоззрение это, знаете, такая, ну, чтобы справиться с неврозом, надо проверить мировоззрение. Ну, хорошо, прикольно, а как? Ну, надо работать над мышлением. Хорошо, ну, а как? Ну, надо становиться более рациональным. Хорошо, а как? Ну, надо, и вот тут начинает самое забавное, что просто говорить вам о том, что неврозы это проблема мировоззрения, это проблема мышления, это проблема поведения. Популистки можно говорить очень красиво, популистки можно делать очень хорошие цитаты, можно популистки пересказывать правильных авторов, но привести людей к технологическому пониманию, как они это должны делать изо дня в день, это сложно, поверьте. А просто рассказывать о панике, о горофобии, это может любой, вот поверьте. Любой человек, который пережил паническую атаку, о горофобии, выполнял упражнение, может стать блогером в ютюбе и рассказать про паническую атаку, о горофобии, он будет очень популярным в этом смысле, потому что он скажет правду. Здесь нет ничего выдающегося. Любой человек, который поймет, что неврозы связаны с определенной формой мыслительного процесса, личностью, характером, мировоззрением, может об этом сказать, он тоже будет прав. Но вот изменить конституционные привычки человека, заглянув в эти процессы, вот тут начинаются проблемы. Потому что здесь просто книжками и просто как бы пониманием через себя мы этого не понимаем. Потому что здесь требуется то, вот что называется, кому что дано и кто куда пригодился. Мы можем научиться стричь мужские и женские стрижки каждой, поверьте. Мужскую классику, женская коре и так далее, но подстричь может в среднем любой человек, но в среднем. Но сделать что-то под клиента, скорректировав скулы, лоб, скорректировав овал лица, какие-то макушки, что-то креативить может уже далеко не каждый. Сделать маникюр может каждая девушка в среднем, но сделать его определенным образом. Вы понимаете, о чем я? То есть, популярная психология, она очень широка. И это любой из вас может этим заняться, поверьте. Вот нас сейчас 100 человек онлайн смотрят и еще там сколько будет смотреть в копии. Любой из вас так или иначе может хорошо и компетентно рассказать про паники и лоб. Вы можете даже вести свои тренинги по этому поводу. И вы будете рассказывать правильные вещи. Но вопрос заключается не в этом, а вопрос заключается в пункте номер один и номер два. Просто понимание слова мировоззрения, просто понимание слова искажения недостаточно. Люди скажут, ну да, хорошо, есть искажения, окей, так, окей, ну да, есть искажения, ну да, есть должествования, хорошо, ну да, есть должествования, да, у меня вот есть должествования. У меня вот такой характер. И вот интегрировать изменения в этого человека, вот тут требуются определенные вещи. Мяукать я могу с вами долго, чтобы вы не боялись, но я буду закладывать ваши болезненные вещи. Поэтому кто-то в процессе курса меня будет ненавидеть, поверьте. Я буду показывать очень болезненные точки вашего характера, и вы будете кто-то меня ненавидеть, кто-то захочет меня обозвать, кто-то захочет уйти из группы, кто-то захочет и еще что-то. В вас будут подниматься определенные эмоции. Я могу говорить, думать позитивно – это полный пиздец, Томи. Сейчас объясню, почему. Вообще про позитивное мышление – это полный абсурд. И сейчас объясню, в чем разница. Рациональное мышление и позитивное мышление – не одно и то же. Потому что, когда у нас умирает человек, позитивно думать, ну как бы, ну не знаю. Мы можем рационально переживать, мы можем рационально горевать, мы можем горевать, но потом мы можем закончить горевать и двигаться дальше, сохранившись. Позитивно – это не совсем правильная формулировка. Поэтому реалистично ближе мне больше нравится. Согласен. Так вот, я к чему? О чем я говорил сейчас? Сбили меня с этим позитивным мышлением. Что я говорил? Вспомните, напомните, перед позитивом. Просто когда вопросы задаете, я вот поэтому очень сильно прошу вас этого не делать. А что я говорил перед позитивным моментом? Да, вы можете знать слово «мировоззрение», вы можете знать слово «мышление», «убеждение», но нам с вами придется интегрировать новые формы поведения, и новые алгоритмы, и новые схемы, и очень много чего. Поэтому, да, многие… Спасибо, я вас напомнил. Многие меня будут ненавидеть. Я буду использовать разные методы и разные эмоционально окрашенные обороты. Многие думают, что я намеренно ругаюсь, я как бы вот такой вот странный человек, да, но я вам сразу просто хочу сказать, чтобы в вас запустить определенные процессы, которые потом вы сможете почувствовать и опереться на них, и туда преломить определенные… Нет, нельзя. И туда преломить определенные вещи. Вот для этого требуется некоторая динамика. Чтобы запустить в вас эту динамику, я буду делать разные штуки. Я могу ругаться, я могу провоцировать, я могу что-то говорить специфическим образом, но никогда не думайте, что я вас высмеиваю. Если я даже что-то и буду высмеивать, я высмеиваю форму поведения, я высмеиваю форму мышления, но не вашу личность. Это все поняли? Плюсики ставим, кто меня понял. То есть, никогда не воспринимайте на свой счет то, что я буду делать и говорить. Это не касается вас как личности. Это касается ваших форм поведения. Например, я могу сказать, это очень тупо то, что ты делаешь. Это полный пиздец, блядь. Ну, что за долбоебизм, да? Я могу, например, сказать так, но это говорит не о том, что это ты такой плохой. Это говорит о том, что это эмоционально окрашенная подача, чтобы ты задумался немножечко, попало, стало больно и обидно, и на следующий день ты пошел и начал об этом думать. Ну и так далее. Там будет очень много разных вещей. Плюс я в этот седьмой сезон интегрирую новые схемы и некоторые новые упражнения, которые вам будут очень интересны. Вот, собственно говоря, мы с этого с вами начинаем. Поэтому первое, что вы должны научиться, это не интерпретировать вегетатику. Вот эти шесть пунктов все записали? Рекомендую вам их тоже сохранить или сфотографировать. Эти шесть пунктов, господа, записали все? Супер. Идем дальше. Первое, что мы начинаем делать, если у кого-то есть страх, пишем, да, хорошо. Страх за здоровье. Страх за здоровье. Здесь же паническая атака. Паническая атака. Агорофобия. Мысли которых быть не должно. Я бы вот так это назвал. Потому что навязчивые мысли это тоже очень попсово. Это очень попсово и немножечко смешно даже. Я бы так назвал. Мысли которых быть не должно в кавычках. Потому что именно так человек думает. вот давайте сейчас разберем с чего обычно мы начинаем. Первое это тезис ВСД опасно. Второй тезис паника опасно. Третий тезис. Надо избегать в вегетатике вегета-ти-ки и паники, что не. Четвертое. Что я делал и мне помогло. Якоря. Так называемые. Пятое. Зона комфорта. Шестое. Мысли, которые меня характеризуют. Седьмое. Мысли, которые могут спровоцировать. Ну и так далее. В принципе, этого достаточно для сейчас, для разбора над этим. Давайте над этим сосредоточимся. Окей? Готовы? Давайте коротко вопросы. Потому что вот эти семь пунктов сейчас будем обсуждать. Кто-то хотел вопрос задать. Пожалуйста. Сейчас я остановлю. Подождите. Ирина спрашивает. Почему этого не было раньше? Этого это чего? Ведь эмоции были всегда невротические в том числе и в хронической форме. Да, хороший вопрос. Я с вами соглашусь. Действительно, возникает такая иллюзия, что раньше этого не было. Но на самом деле ваши эмоции были всегда. Ваша вегетативная нервная система работала всегда. Она всегда потела. У вас всегда была тахикардия. У вас всегда были экстрасистолы. У вас всегда вегетатика работала так, как она и должна работать. У вас всегда были разные эмоции и такие, и сякие. Просто в какой-то момент времени, Ирина, в каком-то пласту времени начинают происходить ситуации в вашей жизни. А может быть не одна. В определенных сферах. Поэтому давайте запишем. невроз. Это не истощение. Вот очень важно, чтобы вы это поняли. Здесь нельзя пустить себя в заблуждение, что вы просто истощились. Знаете, вот очень просто, Ира. Вот вам бы понравился такой мой ответ, если бы я вам сказал. Хотя я мог бы так вам сказать, чтобы вы просто от меня отстали. И если бы я не хотел вам объяснить поподробнее. Я бы мог вам сказать, Ир, ну вы просто истощились. Поэтому это и произошло. Согласны, Ирина? Только с Ириной сейчас говорю. Вы согласны, что я мог бы вам так ответить? Раньше такого не было, потому что вы просто были накоплены, а потом вы просто истощились, и у вас пошло-поехало. Вы согласны, что я мог бы так ответить? Мог бы. Но это было бы абсолютно некомпетентно. Потому что истощенных людей великое множество. Это что, есть какие-то критерии истощения, что ли, получается? Нет. Невроз – это вообще не про истощение в ее патогенезе. А эта история, пишем, невроз, невроз возникает тогда, когда ситуации или события в жизни человека… Ир, вы сейчас все поймете. Чело-ве-ка… невроз возникает тогда, когда ситуации или события в жизни человека, в кавычках попадают в… большими буквами… сверхзначимые… сверхзначимые потребности именно этой личности. Это первое. И второе. Они остро и хронически не реализуются. Сейчас объясню. Ирочка. Любая ли девушка может начать испытывать бессонницу, депрессию, паники и тревогу, если она не может принять решение расстаться с мужем? Чего? Тогда почему это не проявлялось так ярко и не пугало? Но пугало или не пугало, потому что это не проявлялось так ярко? Ирочка. Смотрите, я вам сейчас… Подождите, не мешайте. Смотря, как она отнесется. Совершенно верно. Поэтому смотрите. А сейчас я остановлю час, чтобы вам объяснить. Пишем. Невроз возникает тогда, когда именно у этого, например, Ир… Давайте я к вам обращусь. Именно у вас есть… Вот давайте я с вами веду диалог. Никто не лезет. Именно у вас есть определенное детство и определенная система ценностей, Ира. Понимаете? Эти системы ценностей – это стратегии и тактики получать определенные вещи. Определенное отношение к себе и к событиям. И у вас есть определенные невротические ахиллесовые питы. До какого-то периода времени все могло у вас быть достаточно нормально во многих сферах. И это не попадало в ваши сверхценные потребности. Либо они закрывались. Но в какой-то период, если вы вспомните начало своей симптоматики и отмотаете где-то за 4-5 месяцев… Поняли, да? Молодец. Сейчас я закончу мысль. Если вы отмотаете за 4-5 месяцев назад, до начала симптоматики, вы увидите, что происходили процессы в вашей жизни, на которые ваши подруги бы не отнеслись так остро. Ваши бы знакомые сказали, Ира, дорослай, а что ты? А вы почему-то странно, мистическим образом не так отнеслись, как подруги. А вы каким-то образом отнеслись к этому по-другому. То есть невроз – это не истощение. Невроз – это попадание определенных событий в жизни в больные места психики человека. Поняли? И психотерапия здесь заключается в том, чтобы научить человека закрывать свои слабые места, чтобы в них не попадало. Иначе в них будет попадать пожизненно. И вас будет все время на американских горках бросать. И как бы вы не были гуру в понимании теории, не закрыв ахиллесово пятые, ничего не случится. То есть стрессы, которые были раньше, хоть и были такие… Не понял. То есть стрессы, которые были раньше, хоть и были, но были не такие острые… Да, стрессы не создают неврозы, Ира. Стрессы – это нормальные вещи. Вы можете просто устать, вы можете переутомиться, вы можете много чего сделать, но это не невроз. Я не знаю, о чем говорил Андрей Владимирович. Вы, скорее всего, из контекста выцепили. Я лично с ним взаимодействовал и читал, и это не так. Вы что-то неправильно поняли. Неврозы не опасны. Надо ехать отдыхать, надо ехать и так далее, но одним отдыхом вы не отделаетесь. У меня тысяча пациентов, которые отдыхали, им что-то не помогало. Я объясню почему. Потому что, когда произошла ситуация в жизни и отношения к ситуациям определенным образом уже запустились, вы можете отдыхаться на берегах каких-нибудь островов, ничего не изменится. Да, поэтому здесь вопрос не в истощении. Это вообще не про стресс. Неврозы не создают стресс. Точнее, наоборот, стресс не создают, простите, неврозов. Поняли, да? Ира. Ира, я ответил на ваш вопрос? Вы можете быть, вот у меня занимаются топовые руководители. Он может вообще кремень. Вот он гуру в своей компании. Его боятся все. Понимаешь, с 80-го до первого этажа. Он вообще просто непробиваем. Но в жизни может произойти одна история, и она может долбить в его слабое место. А с течения обстоятельств может случиться так, что все это начнет накапливаться определенным образом. И именно эта ахиллесова пята в нем и рванет, и он начнет чувствовать себя плохо. Поэтому работа вашего покорного услуги заключается не в рассказе о том, что это истощение, а закрывание ваших больных мест. Понимаете о чем я? Ну просто очень легко объяснить проблему, о которой мало знаешь, но он переутомился. Ну вы согласитесь, что это просто же очень? Вы просто истощились, вы просто переутомились. Ребят, что вы, не парьтесь, сейчас вы восстановитесь, все будет хорошо. Какая интересная идея. К сожалению, нет. Неврозы это не истощение. Там есть астения, но, Ира, смотрите, когда человек пробит в больных местах, таблетки не восстанавливают вегетатику. Таблетки могут либо поддерживать функционал, либо успокаивать определенные процессы, и вегетатик будет падать. Например, если вы заварите себе траву пустырник, вы действительно вегетатику успокоите, потому что вы выпили определенный препарат. Но проблема, если не решилась, которая пробивает больные места, у вас ничего не изменится. Никто, кроме Ира, пока не пишет. Ну, они просто, они наверняка Ира знают, просто они им, ну, не хотелось долго вам объяснять что-то. Смотрите, поэтому неврозы могут приводить к истощению. Например, смотрите, сначала возникает событие или череда событий. Именно эти события вы трактуете болезненно. Это сверхзначимые сверхзначимые, скажем так, сверхзначимые потребности, давайте так назовем. Ну, пример там кто-то просил привести. Ну, давайте представим себе мальчика, у которого непростые были отношения с папой, или девочку, у которого папы не было, или папа был холоден и дистанцирован. И у этого мальчика или этой девочки сформировались очень сверхценные потребности под названием забота, опека о ней. Доказать папе, что он вообще-то на что-то способен, а не только брат один. Или доказать папе, что вообще-то он мужчина и что его тоже можно уважать. Или доказать окружающим, которые его не уважали, что его есть за что уважать. Это и будут определенные потребности и ахиллесовы питы. И как только этот человек подрастет и у него начнет не получаться реализовать вот эту стратегию, вот это и будет его неврозом. Поняли о чем я сейчас? Невроз это не переутомление. Невроз это стратегия, которая не реализуется. Я знаю, сейчас отправлю. Вы все это поняли? Что в детстве формируются стратегии и тактики. И мы тут не ВСД лечим. Ваша ВСД это индикатор, который говорит о том, что у тебя что-то в жизни не сочетается между твоей тактикой и стратегиями и реалиями. Например, ты имеешь с детства стратегию доказать, что не долбоеб. Доказать, что что-то из тебя вообще нормальное вышло. Перегнать кого-то. Показать всем, что вот вы меня в детстве троллили и говорили, что я полное говно и вообще звать меня никак. А теперь вы видели, какой я? Опа! И все, что будет мешать этому, будет просто вот так вот по яйцам серпом попадать. Вот где неврозы гуляют. Вегетатика это всего лишь индикатор того, что происходит. То есть, если у вас есть вегетатика, тревога, напряжение, это индикатор, который указывает вам на то, что у вас в жизни не реализуется невротическая стратегия с помощью ваших тактических приемов. Вопрос на засыпку. Почему не реализуется невротическая стратегия никогда в большинстве случаев? Потому что она невозможна к реализации. Возможно ли доказать всему миру, что тебя вообще можно и ей за что любить? Возможно ли вообще всем понравиться? Возможно ли, чтобы тебе все жопу полизали? Возможно ли доказать? Нет. Это никогда не закончится. И если ты используешь тактику в виде машин, одежды, я не знаю, там каких-то домов, пароходов, яхт, я не знаю, там каких-то вот таких вот галочек, тебе никогда много не будет. туфли, сумочки, платья, мужчины, женщины, ты никогда не закончишь. Потому что у этих невротических тактик и стратегий нет финиша. У меня очень много клиентов, очень состоятельных людей, у них нет финиша. Потому что это бесконечность постоянная. Им постоянно не хватает. Они говорят, блядь, я что-то делаю, Феррари купил мало. И в итоге ты стоишь, как полный дебил, у тебя 10 Феррари, 20 миллиардов долларов, и ты говоришь, нахера? И чё? Поэтому, когда вы используете неосознанные стратегии тактики, вы просто как белка в колесе бегаете. Это важно понимать. И куда бы вы не прибегали, это будет недостаточно. Вы завоевали девушек бац, уже не интересно. Вы завоевали мужчину, бац, не интересно. Вы хотели это купить бац, купили не интересно. Вы добились этого бац, сделали не интересно. И все это постоянно куда-то сливается. Это вас не копит. Почему это вас не копит? Это вас не копит потому, что это, блядь, вообще не ваше. Это ваша иллюзия о том, что вам надо было это получить, и тогда вы что-то из себя представляете. Сейчас многие очень себя узнали, потому что, если я вот это получу, я вообще буду охеренной тёлкой. Ну, напялил эти сапоги, походил эта сука в них неделю, сказал, ну, я опять какое-то говно, надо что-нибудь другое купить. И я хочу вас научить понимать, а вот этим, Юр, мы здесь и занимаемся. Просто сегодня только первое занятие. И всё, что мы с вами будем делать на этом курсе, в большей Юр степени, это понимать, почему засигналило. Все это поняли? Почему засигналило? Да-да-да-да, я вот про это как раз и говорю, молодцы. Смотрите, что я писал, тогда не отправил. Чё-то не отправил, почему? А вот. Сначала возникает событие или череда событий. Именно эти события трактуются болезненно, ввиду сверхзначимых потребностей тактик и стратегий. Затем возникает эмоциональное состояние, плюс всякие паники и так далее. И спустя какое-то время человек начинает действительно морально и физически истощаться. вот здесь, и это правильно. Ну, чё ж вы одно и то же-то спрашиваете? Как узнать, что наше? Ребят, ну вы ж не такие-то упоротые, блядь. Я только что вам сказал. Этим мы с вами будем заниматься. Сука, забудьте ответ на вопрос, как быть, как узнать. Иди, блядь, в лес, закопай дохлую мышь, и тебе ответ придёт в голову. Тогда хочешь, чтобы я тебе сказал? Как узнать, что моё? Ты чё думаешь, у меня ответ есть такой? Чтобы узнать, что твоё, ты должен сесть на стул, взять листочек, нарисовать дерево, потом к дереву нарисовать два листочка. И если листочек повёрнут направо, то твоё это вот это. А если листочек, сука, повёрнут налево, то твоё это это. Ты хочешь, чтобы я как долбоёб с тобой разговаривал? Я тебе объясняю. Чтобы осознать себя, понять в себе какие-то вещи, тебе надо учиться думать. Понимаете? Учиться думать вам придётся. И вот вам ответ на вопрос, как понять, как узнать, как, как, как и так далее. Думать надо учиться. И вы находитесь на курсе, который будет учить вас думать и размышлять. И применять это в свою жизнь. Понимаете, о чём я? Если вы хотите прийти сюда со словами, Алексей, а как мне понять, что это я вот такой? Это не суда. Понимаете? Это очень важно. Ну да. Потому что да и заебали, блядь, эти истории со словами, как понять? А как, 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 как узнать? Ну вы чё? Думать надо учиться, занимаясь самоизучением. Этим мы здесь и займёмся. Так вот, смотрите. Возникает эмоциональное состояние, паника и так далее. Спустя какое-то время действительно человек может, Ира, я всё к вам обращаюсь, да? Начать морально и физически истощаться. Вот здесь тогда да. Но все, Ира, эти астено-невротические истощения, Ирочка, да? Это уже последствия развивающегося тревожно-депрессивного состояния. А не причина. Потому что людей в истощениях великое множество. Вы чё думаете, на войне люди были не в истощении моральном и физическом? И чё, они все были в неврозах, что ли? Нет. Неврозы у них начались, когда они что? С войны пришли, мирное время наступило, всё в благодати хорошо, и тут началась эпидемия посттравматических расстройств. И неврозы в том числе. Неврозы всегда вырастают, как правило, на фоне клинического благополучия. Цитирую одного очень известного врача советского. Неврозы всегда вырастают на фоне относительного благополучия. Понимаете, о чём я? Этим они и пугают. То есть, как бы клинически всё хорошо. Но если начать изучать личную жизнь пациента, его моральное реагирование, его тактики, его стратегии, его события в жизни, мы видим, что на самом деле ни хера, как говорит известный блогер, ненормально. Неврозы никогда не возникают просто так. И если у вас засигнализировала вегетатика, если у вас засигнализировали тревоги, напряжения, появились экстрасистолы, появились камы в горлах, появились кишечники дисфункции, появились сомнения, это организм вам подсказывает, что что-то у вас стало попадать в больные места. Есть такая современная фраза, называется бомбит. Изучайте туда, куда попадает. Этим мы и будем с вами заниматься. То есть, я буду очень часто на этом курсе спрашивать, куда попало? Что задело? Куда попало? Что задело? Где зацепило? Как ты себя зацепил? Что они сказали? Что они сделали? Почему ты это не сделал? Почему ты сделал так? Я не буду отвечать на вопрос «как?». Я буду тебе задавать вопрос «как ты это сделал?». Как ты сейчас себя разозлил? Как ты сейчас себя депрессируешь? О чем ты сейчас думаешь? И как ты депрессируешь себя? Может, это вы депрессируете себя? Это вы себя пугаете? Ну, для первого занятия немножечко я, конечно, так... Вы не понимаете наверняка, о чём я говорю? Как это я себя депрессирую, я себя пугаю? Нет. Давайте вернёмся к нашей шестёрке. Ира, спасибо вам за вопрос. Хорошо, что мы в него немножко углубились, потому что действительно вот отмазка про истощение, она уже очень-очень много лет фигурирует в аналах не побоюсь этого слова, интернета, да, и желательно, чтобы она в аналах и осталась, потому что это и только уводит людей от правильного понимания. Те люди, которые бьют себя в грудь со словами вот этой истощения, скорее всего, эти люди себя в этом убедили. Знаете почему? Хотите, я вам подскажу просто чуть-чуть так. Почему люди убедили, например, себя продолжать истощение? Особенно, если об этом как-то публично говорится. Потому что человек не знает, с чем связаны ваши неврозы. Проще сказать про истощение. Понимаете? Поэтому человек может даже верить в это, потому что на самом деле истинную причину патогенеза человек не знает неврозов. Проще сказать, что это истощение нервной системы. Конечно. Как последствия, да, но не как причина. Окей? Окей. Идем дальше. Значит, по поводу первого. Что вам надо сегодня на первом занятии понять? Запоминаем. Первое, что вам надо научиться, это не интерпретировать. Не интерпретировать. Вегетатику. Как угрозу. Помните историю с лимоном, ребятки? Вспоминайте. Ваше первое домашнее задание. Домашнее задание 1. Это для новичков пока. Ребят, кто старички, кто уже готов дальше шагать? Чуть-чуть потерпите. Окей? Первое домашнее задание для новичков. Не избегать вегетативных реакций тела. Очень важно научиться не избегать в принципе вегетативных реакций. И уж тем более не избегать ситуации, если вы успеете себя испугать сильно до паники. Объясню почему. В человеческом мозге существует очень важный механизм. Он очень сильно похож на физику, раздел механики. В физике есть векторная сила. Она называется сила трения. Помните? F там что-то. Коэффициент сцепления. Масса. Есть физики? Подскажите формулу. Масса, тело, коэффициент сцепления. Сила тяжести. Что-то там. Кто? Физик есть? Ну, тело, стрелочка вниз, поверхность, скорость, масса, трение, скольжение, коэффициент. Ну, в общем, помните. Я не помню точное физическое определение коэффициентов, но вы поняли суть. Но логика заключается в чем? Сопротивление, да. И есть определенная сила действия. Сила определенного действия будет равна силе определенного противодействия. Запомните это. Сила действия или... Сделайте себе татуировку на албуке где-нибудь. Только без татуировок просто напишите. Сила действия или противодействия всегда... Та будет равна силе... Давайте напишем так. Давление на вас, чтобы вы понимали совсем. Переведу. Чем сильнее вы чего-то не принимаете, тем сильнее вам плохо. Начиная от дохлого... Все. У меня просто горло больное место. Потому что у меня бывают недели, когда я по 7 дней подряд говорю много часов. Сила вашего сопротивления будет всегда равно силе напряжения. Вот. Все. Помнил. Сила сопротивления равна силе напряжения. Вот это, пожалуйста, запишите красными буквами. Я просто забыл, как я это коротко формулирую. То есть, чем сильнее вы не принимаете самочувствие, смерть, слова, поступки, действия, чем сильнее, если этот коэффициент измерять... Ребят, все понимают, о чем я говорю? Ну, физику все проходили в школе. Чем сильнее коэффициент вашего непринятия события, тем сильнее вам прилетает обратка в виде самочувствия. Все это поняли? Вы это все прекрасно на себе знаете с детства. Чем сильнее вы не принимаете поведение по отношению к вам, тем обиднее вам в ответ. Если вы говорите, да мне похер, вам и самочувствие похер. Согласны? То же самое касается со смертями. Чем сильнее мы аффективно изолируем себя, нет этого не могло быть, нет этого не могло случиться. Как же так? Только не со мной, только не со мной. Нет, нет, нет. Смерти, кражи, болезни, слова, расставания, измены. Я не знаю, что хотите в эту формулу, можете ссувать. Все это поняли? Ребята, плюсик кому зашло. И это можно измерить коэффициентом от 0 до 100. Если ваш коэффициент сопротивления чему-либо от поведения на улице до написания в интернете, до смерти и поведения к вам, если этот коэффициент от 0 до 100 стремится к 80-100, вы пиздец как попали. Поняли почему? Потому что вам в обратку будет прилетать что? Тоже от 80 до 100. Ребята, все логику уловили сейчас? Напишите нет, кому объяснить надо поподробнее. Кто не понял? Сила действия равно силе противодействия. Сила действия равно силе сопротивления. Поняли о чем я? Поэтому отсюда запишите этот тезис уже на первом занятии, потому что вы не представляете. Но мы к этому тезису перейдем в самом конце. Объяснить почему? Ходите быстро экскурс к 10 занятию, такой мостик. Ходите? Подсказываю. Все ваши неврозы основаны на принципе противодействия. И вы никогда не видели Далай-Ламу, монахов, тибетских монахов. Многие летают в Индию. Помните? Вот многие там на Випассану летают, многие летают еще куда-то. Занимаются сухо-духовными практиками. Но когда они выходят в жизнь, все эти духовные практики рассыпаются к чертикам. Знаете почему? Потому что как только начинает окружающая среда на него действовать, если этот человек начинает жестко, как кремень, включать обратное противодействие, у него начинается сила трения. Внимание, вопрос. Как же выжить в этих ебаных джунглях, когда на тебя постоянно действуют слова, события? Они постоянно будут, мы их не можем исключить. Но это только надо уехать на какие-то горы. Потому что звуки, люди, фразы, справедливость, несправедливость, убийства, болезни, измены, бросания, расставания, все это будет действовать на вас. Правда же? Верно. Единственный наш путь, чтобы вы справились с неврозом, это не пытаться каждому этому событию, маме, папе, словам, поступкам и так далее, показывать с колоколью, значит, я сильнее. Научиться главному ресурсу. Вот какой главный ресурс у вас в этой концепции? Главный ваш ресурс – это ваша flexible, да, гибкость, короче. Это ваша гибкость. Потому что действовать на вас будет до хера каких обстоятельств всю вашу жизнь. Люди будут умирать, вас будут посылать нахуй. Вам будут говорить, пошла ты нахер отсюда, коза, вообще тебя там туда-то и туда-то, а вообще девственница. Вас будут предавать. Вас будут провоцировать. Будет все, что угодно. Люди будут умирать. Вас будут кидаться говном. Вас будет не получаться. Вы будете ошибаться. Ваше запланированное не получится. Вы потеряете. Вы потеряете там, где вы не думали. Вас предадут. Будет всякое множество говна случаться в вашей жизни в принципе. Вы будете идти в неопределенность. Надо будет принимать решение. Это все и есть наша с вами жизнь. Но, если вы не разработаете свою гибкость, где вы начинаете не сопротивляться, толкая ситуацию, а вы научитесь гибко лавировать так, чтобы решать свои вопросы, но не включая силу сопротивления. То есть, это не игра в поддавки. Вы как бы используете силу действующих обстоятельств так, чтобы вы просто красиво увернулись, красиво все сделали и шли своей дорогой. Поняли, о чем я? То есть, дорогу вы можете отчасти и не менять. Но иногда вы можете ее поменять. Например, если ветер дует вам в лицо, вам придется развернуться или пойти параллельной дорогой. Но потом вы можете повернуть обратно. Если вы на своем пути встретили стену, не обязательно бить ее лбом. Ее можно обойти, подкопать, посмотреть, подлезть, распить, поставить лестницу и так далее. Понимаете, о чем я? Вы все люди, которые испытывают сигналы эмоционального тела человека под названием «ты слишком пережал в сопротивлении каким-то вещам». Изучить чему, понимаете, и есть наша с вами работа. Поэтому первое, что вы должны научиться делать, первое – это не сопротивляться вегетативным состояниям тела вообще. Вообще расслабиться и перестать сопротивляться своему самочувствию. Вообще оставьте ваши экстрасистолы в покое. Купите себе панангин и живите спокойно. Вообще не меряем сердце, не меряем пульс, ничего не считаем. Утром не просыпаемся со словами «как мне?». Вообще забываем вообще о том, что это происходит с вами. И концентрируемся ментально только на одном. Что в моей жизни происходит по факту, пишем вместе со мной. «Концентрация». Что в моей жизни происходит такого, что мне так сильно не по душе, а приходится. То есть вы с сегодняшнего дня, это новичков касается, окей, перестаёте вообще считать, что у вас что-то с организмом. И внедряете себе в голову одну простую парадигму. Это просто указатель, что у меня в личной, профессиональной и прочих сферах что-то идёт слишком остро. Посмотрите, с кем вы засыпаетесь, с кем вы просыпаетесь. Посмотрите, куда вы едете на работу. Посмотрите, как вы реагируете на людей. Посмотрите, с кем вы живёте за стенкой. Посмотрите, что вы терпите из года в год. Посмотрите, где вы себя подавляете, а где вы слишком эмоциональны. Куда попадает и что цепляет. Посмотрите, где решение долгое время не принято. Посмотрите, в чём и где вы себя обманываете. Вот с этого и начинается терапия неврозов, ребят. Но самое базовое – это научиться работать с вегетатикой и не доводить её до паники. Потому что паническая атака – это испуг, это не приступ, не сосудистый. Вы можете сделать паническую атаку от укуса комара. Вас укусил комар, пошлёпнули, сказали, ой, комар. А потом подумали, ой, а вдруг он в шею укусил, а тут же сосуды, а тут же эти самые артерии. Ой, а если он был какой-нибудь больной, ой, что-то чешется, ой, что-то неприятно, ой, как-то некомфортно. Ой, 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 а вдруг комар заражённый чем-то, ой, что-то мне как-то дышать тяжело. Ой, ой, кажись, что-то, ой, да, правда, кара, ой, скорую можно, ой. Ой, 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 бум, бум, бум. Всё, понимаете? Паническая атака – это просто запуск испуга, где образ смерти сменяет друг друга. И вы просто веруете в смерть и запускаете инстинкт самосохранения, казалось бы, от очень простых вещей. Например, вегетатики. Да, у меня напряжена вегетатика. Вы знаете, ребят, если вы со мной поработаете хотя бы недельку, недельку, вы скажете, Лёша, а как ты вообще это терпишь всё? А я на многие вещи не обращаю внимания просто. Потому что я ко многому привык уже давно. Поэтому первое, что вы должны научиться – это не придавать значение напряжению вегетатики. Да, у вас она может быть пока. Да, может быть пока так-то. Алексей, а ваша ситуация в 2016 году в концентрации, что выявили для себя? Пока я концентрировался на экстрасистолах, на ритме сердца, на самочувствии и концентрировался на себе, мне становилось только хуже. И хуже, и хуже, и хуже. Я не мог работать, я думал только о своём здоровье. Как только я стал концентрироваться не на здоровье, и мне кардиолог подсказал, что там всё хорошо, и я как бы мыслительно себя отстранил от этого. Экстрасистолы помелькали, тахикардия какая-то была, вегетатика где-то поднималась, что-то там происходило. Я просто ментально не придавал этому значимости. И начинал думать, что такое происходит. Поэтому первое, с чем вы должны столкнуться, это с тем, чтобы не обдумывать вегетатику. Это первое занятие для первого занятия. Это первое домашнее задание для первого занятия. И подумать о тех обстоятельствах, о которых я вам говорил. Всем понятно? Я вас поздравляю. Я надеюсь, что вы поняли сегодня, что вы пришли не на лекцию про переутомление и паническую атаку с агорофобией. Мы пришли с вами заниматься заклеиванием слабых мест в вашей психике, в которые и попали какие-то события. И именно ваша форма реагирования туда и влетела. Понятно? Вы неумные. И кроет вас... Вы глупые в этом смысле, Виолетта. Потому что горе такому уму, если вы все еще себя продолжаете пугать, действуя по-старому, это понятие не ума. Умный человек, Виолетта, ищет решение в новом. Глупый человек ищет решение в старом. Вы все ищете новой жизни в старых вещах. Вы все ищете новых событий в старом огороде. Вы уже обдрочили эти одежды и этот огород. Что вы от них хотите? Если вы хотите получать новые результаты, вам придется выходить в новых одеждах, в новый огород. Для многих это пиздец, как некомфортно. Потому что лучше вы будете считать, что у вас огород нормальный, и пускай вам там херово, но он все-таки ваш, родной. Флаг вам в руки, никто никого не заставляет. Но вы должны понять, что вы не сможете получить новое ни в чем, пока вы не начнете действовать по-новому. Действуя по-старому, вы будете продолжать себя пугать по-старому. Вас будет крыть по-старому. Вы будете себя чувствовать по-старому. Вас будут все посылать нахуй по-старому. Вы будете получать свою тридцатку в месяц по-старому. Или не радоваться по-старому. Понимаете? Про агорофобию и про панические атаки мы будем говорить на следующем занятии и про навязчивые мысли более детально. Прямо по упражнениям быстренько. А если вы боитесь выйти из зоны комфорта, флаг вам в руки, барабан на шею. Но мы будем делать все возможное, чтобы за эти 10 занятий я вас привел к точке ответственности. И если ты скажешь, нет, я все-таки боюсь выходить, я считаю это опасным, я только тебе руку пожму, скажу, окей, братан, твое право. Я тебя заставлять никуда не буду выходить. Я попытаюсь сделать так, чтобы ты сам этого захотел. Всем понятно? Окей, спасибо всем за первое занятие. Желаю вам всем успехов. Завтра мы увидимся уже на разборе кейсов. Кто захотел, приходите. Я видел, мне приходили отчеты о том, что кто-то уже оплачивал завтрашние кейсы. Рекомендую всему седьмому сезону прийти на разбор кейсов. Не пожалеете 3500. Не пожалеете. И давайте заниматься понедельник, вторник, среда, четверг. Всего лишь 4-то недельки потерпеть. Но вы получите очень комплексные результаты. Как и в базовой терапии, так и уже в кейсах. Поэтому жду вас завтра всех на разборах кейсов. Будем разбирать 4-5 человек детально. До встречи. Ссылка в телеграмме на разборы кейсов. До встречи пока. До четверга или до завтра. До свидания.